Добрый день, уважаемые пользователи портала Тутбайс, эти зрители, эти слушатели. В ней, так сказать, неочередной выпуск экономики на пальцах. Пришлось сдавать билеты на Багамы. Ну да. Я думаю, что многие наши... Сократить отпуск. Многие наши зрители ждали, конечно, в неочередной выпуск в пятницу, но поскольку очень сложно делать прямой эфир из очереди с телевизором под мышкой... Ну ладно, каким телевизором под мышкой? Ну ладно, это шутка, конечно же. Вот, 169-е, значит, по счету получается передача экономики на пальцах. Павел Сердлов. И независимый аналитик Сергей Чавы. Здравствуйте. 169-е, это, по-моему, 13 квадратов. Так мы до конца года догоним до 180, я тебе скажу. Ну что, я думаю, что на этот раз покороче будет выпуск все же. Хотя, на самом деле, бумажек в этот раз, и судя по времени начала передачи, несложно догадаться, что их не меньше, чем обычно. Вот. Ну как, начинать надо, видимо, с традиционной рубрики «Сам себя не похвалишь, никто не похвалит». Ты знаешь, я немножко хочу так косвенно нас похвалить. Мы говорили в последней программе, и, в общем-то, вывод был, запрещался в том, что монетарные власти будут упорствовать в сложившейся ситуации, что девальвации никто не допустит, что позиция, которую в начале года, в январе озвучил Лукашенко, она остается давлеющей. Но вот мы как-то не акцентировали на том, что можно не просто упорствовать, а можно ситуацию еще и ухудшить очень быстро, да? То есть вот не оставить ее вот в каком-то вот в таком виде, не заморозить стабильно, да? Еще и предпринять какие-то меры, которые... Ну, понимаешь, здесь вообще, как сказать, я так понимаю, что от нас ждут анализы того, что, в общем, случилось, да? Ну, потому что эмоциональных-то оценок уже все тут надавали огромное количество, там, от уровня, там, ужас-ужас, да, что, значит, один, там, это девальвация де-факто, другой, нет, это никакая... и так далее, там. Ну, на самом деле, значит, я внимательно постарался проследить за хронологией развития событий, благо есть теперь и данные, значит, о которых говорила и Надежда Андреевна Ермакова по поводу того, что происходило именно на валютном рынке. Примерно об этом же сказал, значит, в эфире, в воскресенье телевидения нашего... Михаил Масникович, да. Вот, то есть можно было примерно оценить степень ажиотажного спроса, который был. Вот, мы знаем, по крайней мере, предварительные данные того, что было с отмененными торгами 19-го числа на Белорусской валютно-фондовой бирже, и 20-го они состоялись, но, как все понимают, это были заявки еще поданные на торги 19-го, то бишь по состоянию на вечер 18-го. Вот, ну и, в общем, как бы результаты нынешних торгов уже таковы, что... Просочились в сеть? Да, ну, нет, так что, что просочились? Вот, что, в общем, предварительное предложение было. 79 миллионов предварительное спрос и 6,5 миллиона, то есть в 12 раз меньше предварительное предложение. Очевидно, что никто не торопится продавать валюту. Ну, с учетом того, что 6 миллионов, это, ну, раз где-то эдак в 20 примерно меньше, чем в последние дни, да. Ну, в 5-10 точно. Ну, там, насколько я помню, 100-180 были вот эти вот дни, значит, ажиотаж. Ну, там удовлетворяли, естественно, меньше, да. Ну, то есть, никто не стремится... Сейчас, короче, лечь идет о чем? Значит, так вот, по поводу, значит, этой самой хронологии. Для того, чтобы, ну, во-первых, мало кто ожидал, что, значит, ну, так сказать, не то, что это случится так быстро, а то, что, в общем, то есть, даже когда мы записывали, так сказать, в эфире были последние передачи, там, фактически, уже эти все события происходили, судя по тому, что как раз в своем интервью рассказала глава Национального банка. То бишь, получается, что, описывая в четверг механизм передачи кризиса через вот этот вот психологический... Эффект, да, российский... Эффект заражения, да, такой, то вот, на самом деле, ровненько он и сработал. То бишь, получается, что первый такой, значит, ну, по-настоящему серьезный рост вот этого спроса населения на валюту, причем в данном случае речь шла и о перетоке валютных вкладов, и рублевых валютных, и покупке наличной и безналичной валюты, вот, это был уже вторник. То есть, получается, что первый же день, вот, значит, резкого падения российского рубля... То, что в России назвали черным вторником. ...он буквально понедельник еще. Ну, люди еще не видели же, как бы, понимаешь... Ну, то есть, я думаю, что решение принималось вечером понедельника, с учетом того, что там случилось, потому что, в общем-то, новости были такие, что падение российского рубля, там, ну, там, по-моему, второе, значит, по рекордности за какое-то время, да, там, ну, как минимум, включая разовые изменения 98-го года. А вот то, что было уже во вторник, это было уже превышение даже старого рекорда в 34%, который был знаменитый черный вторник 94-го года, еще в ельцинские времена. То есть, иными словами, вот, ровненько вот это все, значит, и случилось. И дальше получается, что выступление президента 19-го числа, вот, то самое утром, которое было совещание, затем выступление, вот, господи, с этим самым, как же это точно назвать, комитет судебных экспертиз, вот, я все никак, это термин... Значит, не могу запомнить. Вот, то есть, речь идет о том, что уже тогда фактически, да, все, все, все происходило, и тогда уже поиски решения, значит, каким образом действовать Национальному банку и правительству в этой ситуации, они уже шли. И вот как раз-таки я о чем хочу поговорить, о том, что в силу цитнота, который был, создается ощущение, что сначала разрабатывалось одно решение, в дальнейшем, значит, радикально поменяли то, что было... Придумано на какой-то новый вариант. Да, так вот, ну вот, так вот, начнем сначала со степени, да, то есть, почему, отчего же, собственно, такая спешка возникла, да, то есть, вот, совершенно, как бы... Красноречивая цифра. Ну, да, то, о чем говорит, значит, корреспонденту Белта Надежда Ермакова, дефицит наличной валюты образовался из-за, это же то, что люди видели, что, в принципе, даже вот до понедельника были, так сказать, слабо обеспеченные валюты, обменные пункты из-за того, что, ну, как выразился на брифинге, значит, Тарас Надольный, вот те самолеты, которые, значит, с заказанной наличностью летели, видимо, еще не успели прилететь, вот, так вот цифры, с начала декабря спрос увеличился более чем в 7 раз, если в ноябре спрос на наличную валюту средний в день составлял около 5 миллионов в эквиваленте, ну, то есть, по всем валютам, то 16 декабря 33 миллиона, 17 декабря 66 двукратный рост, 18 декабря 80 миллионов. В сумме 179 миллионов. Ну, там, на самом деле, есть еще... Чистая покупка населения. Ну, это вот за эти только дни. А 179 миллионов, это на минуточку 3% от белорусских золотовалютных резервов. Ну, это еще не так много. А вот высказывание Михаила Владимировича Мясниковича, значит, в отдельные дни продажа наличной валюты превышала 90 миллионов. Или вот, значит, дословно, только через обменники до 90-97 миллионов в день. Ну, я так понимаю, что объемы продажи, это означает, что это все-таки бруттое, это не нет-результат. То есть это только сколько, значит, покупали, а не... Сколько покупали и продали. Без вычета, собственно, значит, операции обратной. Вот. Опять же, к этому необходимо добавить еще и вполне, в общем, доступные данные на сайте Нацбанка так называемые, значит, операции по регулированию ликвидности, да, там такая табличка, значит, как я уже многократно рассказывал, такая вещь очень интересная, особенно там видно, какими методами, то есть какими, значит, операциями с коммерческими банками, ну, вот те самые операциями, значит, поддержания ликвидности, предоставления ликвидности в виде либо акциона, в виде СУБОПов, да, там, посторонние и постоянно действующие, да, то есть видно, каким образом, значит, либо добавляет денег в систему, либо, наоборот, Нацбанк забирает, если это избыточная ликвидность есть. Вот как раз помни, особенно я тогда этой табличкой пользовался, скажем, во время вот этих вот всплесков 2012 года летом и август-сентябрь 2013 года. Так вот, там в этой табличке, самой первой графой проходит данные, которые собираются ежедневно, ну, естественно, с опозданием на день, остаток средств на курсчетах банков, ну, то бишь, сколько, как сказать, у них на счете в Национальном банке этих денег лежит. Вот, но и дальше там есть еще, значит, ниже вторая такая графа, которая называется единовременная дорегулировка. Там достаточно долгая такая идет расшифровка, что такое это единовременная дорегулировка, но чтобы, скажем, я, может быть, пострадаю немножко в точности объяснения, но зато выиграю сильно в простоте. То есть речь вот о том, что если бы сейчас, вот ровно в этот день, когда эта цифра считается, наступила бы дата, когда необходимо удовлетворить резервным требованиям в Национальном банке, ну, с учетом того, какие у тебя там, значит, позиции открыты, какие активы, что тебе принесли, да, там, под каждые же разные депозиты, значит, есть свое, значит, резервное требование и так далее, вот. То тебе бы не хватало вот столько. Или хватало, в зависимости от плюса или в минус. Так вот, значит, вот эта величина, сколько нужно довнести коммерческим банкам для того, чтобы выполнить резервные требования, будь они сейчас, значит, этот дедлайн бы наступил, эта величина выросла резко, буквально, вот, значит, со среды прошлой недели, с 800, значит, 858 миллионов, это миллиардов, на самом деле. А, миллиардов. Потому что это все... Ага, миллиардов. Да, а это, значит, и на 20-е число, на субботу, ну, то бишь, по итогам пятницы уже, было, ну, практически там, с небольшой разницей, 5 триллионов рублей не хватало, значит, денег. При этом, что интересно, за то же самое время мы видим, что с 10 до 12,5 триллионов выросло количество средств на курсчетах банков. Значит, зачем я это все так подробно рассказываю? Значит, а как такое могло быть, да, вроде как средства увеличиваются, значит, а... А не хватает 5 триллионов. Да, значит, то есть это как раз-таки речь идет о том, что с одной стороны... То есть, вот то, что нам рассказала Надежда Андреевна, это мы видим вот теперь со стороны бухгалтерии, значит, центрального банка. То бишь, с одной стороны, значит, что, какую, так сказать, реакцию первую получили от населения коммерческие банки, да, с одной стороны, это и, значит, вытащенные из вкладов белорусские рубли, превращенные в валюту, а с другой стороны, это и просто и покупка этой самой, значит, наличной валюты, да, то есть количество рублей увеличилось за счет одного, да, и, напротив, количество вкладов уменьшилось. Вот, ну, то бишь, примерно, вот, как бы степень величины, да, можно, порядок величины можно оценить. Вот, при том, что, значит, даже вот три дня, которые шли, то есть четверг еще полтора триллиона, два с половиной на один, и, наконец, с двух с половиной до пяти, двукратный рост за один день, да, то есть ситуация развивалась, в общем, как гиперболическая. Прогрессия, да. Да, совершенно верно. Вот, и, видимо, вот эта ситуация как раз, значит, ну, поскольку дальше последовал вот эти, значит, решения, которые, на самом деле, как я уже чуть позже скажу, они были, ну, сначала одни, потом другие, да, и во многом даже противоположные исходили из разной логики, вот, то бишь, очевидно, что попытка найти ответ, в общем, делалось в спешке, и то, что даже сейчас еще после принятых решений идут уточнения от Нацбанка, уточнение относительно, там, как пользоваться тем постановлением, которое он принял, да, разъяснение налоговой по поводу того, как применяются положения указа президента. Не совсем до сих пор понятны. В общем, да, в том, да, 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 то есть решит о том, что, в общем, серьезный цитнот был, вот. И, действительно, как бы, вот все это накладывалось на, как сказать, новостной фон резко растущего курса российского рубля, который, действительно, там, табор уходил в небо. Я, собственно, вот к чему? Вот если мы сейчас посмотрим на график российского рубля, с учетом того, вот, я буквально построил его, ну, чуть более часа назад, да, значит, график, ну, тот самый, что называется, график, значит, расчета на завтра, да, то есть так называемый Tom Tomorrow, вот, то, что считается, не то, что устанавливается официально, а то, что, значит, торгуется на бирже, вот, и достаточно длительное время. То есть здесь вот первый взлет, это как раз, значит, 15-е число понедельника. Затем вертикальный взлет до почти 80-ти, это вторник, который уже во вторник фактически, да, Отлетел на 60, насколько я помню. Ну, практически так, едва ли не до конца. А теперь, вот, я когда уходил, там уже даже было 56 рублей российских за доллар. Родными словами, вот те меры, про которые мы рассказывали в прошлой неделе, Меры российского центробанка, да, да, не то, чтобы я тогда целиком про них рассказал, я скорее сказал, где можно про них достаточно подробно почитать, вот, но тем не менее. Оказалось, что, в общем, по крайней мере на ближайшие несколько дней, да, то есть, значит, вот эта истерика там закончилась. И отсюда возникает очень такой, вот, так сказать, понимаем, что история не имеет сослагательного наклонения, да, но возникает очень интересный вопрос. А вот если бы, скажем, ну, не дрогнула рука... Если бы 19-го... И подождали бы два дня. Наша власть решила ничего не трогать, да, а просто в однаждаться того, что российский рубль откатился назад. Совершенно верно. Вполне возможно, что поведение, значит, и белорусов, которые к тому времени, значит, штурмовали обменники, то вполне возможно, что это все бы уже давным-давно закончилось. Вот, ну, и уж как минимум не было бы ситуации с, значит, с ажиотажем, значит, который случился... С потребительским, ты имеешь в виду, да? Совершенно верно, да. Товары длительного спроса. Ну, тут реакция у людей была совершенно очевидна, значит, тут уже в данном случае, так сказать, вот то, что я рассказывал, да, обжегшись на... Эффект обжегшись на молоке, дует на воду. Кстати, между прочим, ты знаешь, откуда смысл этой поговорки? Это же глубинный физический смысл не заложен, это же не просто так метафора. Ты имеешь в виду, что на молоке проще обжечься? Нет, что молоко остывает гораздо дольше за счет того, что жировая пленка, которая там присутствует, не дает, препятствует процессу испарения, соответственно, а он-то и есть как раз эффект, дает эффект охлаждения. Вот. Так вот, речь вот о чем? Что просто сразу же, да, значит, родовая травма 11-го года, вот, что делать, да, значит, конвертация хотя бы через товары длительного способа, которые еще пока не успели подорожать. Значит, теперь, собственно, о том, каковы же были решения и как, действительно, вот, мне кажется, что версия того, что происходило, значит, менялась. Для начала давай все-таки снова вернемся к высказываниям президента 19-го. 19-го, правильно. 18-го было, значит, совещание, а 19-го было выступление перед комитетом этих судебных экспертиз. Что-то никак я не могу их... Вот. Значит, обеспечить стабильность, не нарушая никаких финансово-экономических законов, которые действуют объективно. А дальше, вот, кстати, смотри, мотивационная часть, да, значит, мы не собираемся бежать за Россией, имеется в виду. Тут очень по-разному можно понять, что такое бежать за Россией, потому что, собственно говоря, и то, что в России происходило, как видно, там разное происходило. И в то же самое время и решения, которые там принимались, в свою очередь, денежными властями в России, они тоже были разные. То есть, вот, сначала попытка бороться, значит, исключительно средствами Центрального банка путем повышения ключевой ставки, все хочется сказать учетной, вот. А потом, вот, такой, значит, всеобъемлющий пакет помощи коммерческим банкам и фактически, как сказать, заявление о том, что, ну, любой запрос, который возникнет у компаний по рефинансированию на момент, вот, даты, значит, октября, там, я не помню, 21, кажется, октября этого года возникших предыдущих валютных долгов, потому что, как я уже рассказывал, основная эта проблема, это, значит, не текущий счет, а капитальный счет, необходимость возвращать большие долги, которые есть у корпоративного сектора, и невозможность эти долги рефинансировать на внешнем рынке, значит, и создает вот этот постоянный спрос, ну, и фактически производит только капитал. То есть, насколько я понимаю, золотовалютные резервы, они решили пустить не на поддержку рубля, скорее, а на... Не на, ну, понимаешь... На то, чтобы поддержать комбанки и коммерческий сектор вот этот. Ну, не совсем так, потому что, строго говоря, ведь, ну, если бы, смотри... И рубль от этого как-то успокоился сам. Нет, нет, смотри, потому что, ведь, на самом деле, интервенции, это, в сущности, и был механизм продажи золотовалютных резервов этим самым... Но, значит, одно дело, когда этот механизм проходит через биржу, совсем другое дело, когда этот механизм работает немножко по-другому. То есть, там пообещали, что, значит, любой выпуск, ну, в разумных пределах, да, как принято говорить, значит, валютных облигаций, которые, значит, будут выпускаться этими корпорациями для рефинансирования своего внешнего долга, значит, он будет выкупаться, значит, но, правда, не за счет золотовалютных резервов, а предполагается, что это будут средства Минфина. Ну, потому что вот этими резервными средствами, по которым я называл, значит, и фонд национального достояния, и просто резервный фонд, значит, они, ими распроезжаются Минфин, ну, хотя они лежат на счете в Центробанке. Вот. То бишь, это такой способ, ну, что ли, уменьшить, спрос, проходящий через биржу, да, но, значит, тем не менее, И при этом удовлетворить этот спрос. Да, спрос на капитальный счет. Вот. Интересно. Ну, и плюс после совещания президента, которая, значит, Путина, которая была виновата в совещании, да, вот это вот прям, как она, пресс-конференция, прямая линия, ну, общение с журналистами, короче, вот такая, в общем, мало информативная вещь, за исключением того, что там Путин тоже дал, решил дать оценку того, что кризис продлится, то есть через два года будет, как это, отскок в плюс, как он выразился, да, вот, то есть это еще даже не факт, что кризис в его представлении там завершится, хотя бы будет, значит, какая-то коррекция, да, вот, ну, потому что, вообще термин отскок, это исключительно биржевой термин, вот, и шутят же даже по поводу того, что есть такое выражение, абсолютно устоявшееся и дематическое, отскок мертвой кошки, Dead Cat Bounce, в том смысле, что даже мертвая кошка, сброшенная с достаточной высоты, значит, отскочит от асфальта, да, то есть в том смысле, что и бесконечное падение активов на финансовых рынках происходить не может, просто в силу физических причин. Кстати, слово биржевой употребил и президент, как раз на совещании 18-го числа, характеризуя, да, то, что, ну, совещание по вопросам экономики, вот, характеризуя, собственно, там через запятую идет, не собираемся бежать вслед за Россией, категорически запрещено, потому что российский рынок, непонятно, что там происходит, кто чего, что хочет, что будет, и волатильность российского рынка не поддается никакому осмыслению. Интересно, что, значит, Белта решила перевести для простых людей, значит, они употребили слово «колебание», но в видеозаписи там, значит, слово волатильность и интерфакс его приводят, то есть, а вот это вот, что удивительно, то есть, я так еще раз говорю, это термин финансовый, значит, ну, иногда он еще используется, если не практиками финансов, то теоретиками финансов, то, значит, значит, в уравнениях финансовых для расчета различных параметров риска и так далее, вот, но, тем не менее, то есть, очевидно, что это слово появилось от разговора со специалистами по финансовым рынкам, и получается, что, то есть, о чем идет речь, значит, вот на рынке России штормит, наша задача переждать этот период тем или иным способом. То есть, ты имеешь в виду, что вообще-то послание со стороны президента, его заказ монетарным властям заключался все-таки в том, чтобы переждать, а не в том, чтобы каким-то образом ломать ситуацию через колено, да? Ну, даже так, понимаешь, тут различные, а что можно было сделать, об этом тоже поговорим, но основная идея какая? Что в России происходит непонятно что, и действительно мы видим, что, значит, 20-процентный рост, сменяющийся там 25%, там 30 виноват, 5-процентный рост, сменяющийся 25-процентным падением, а там так реально где-то и получается, ну, с 80 до 60, это же и есть, на четверть, да, за буквально... Это же 25, да, там было, ну, все правильно сказал, да, это не пересчитывать ничего. То есть, не понимая, какова более-менее, значит, фундаментально обоснованная стоимость российского рубля, вот, в этой ситуации подвергаться таким же, значит, колебаниям сложно, и он даже объяснил почему. Вот, например, сейчас я найду, значит, каково же объяснение... Это мы уже медленно с совещания перемещаемся на комитет судебных экспертиз. Значит, те же там было, это сейчас, минуточку я постараюсь найти, вот. Про проценты. Значит, тут уже идет заказ на меры. Здесь идет, фактически, ну, что ли, оценка ситуации и, как сказать, мотивирующая часть, то бишь, наша задача, значит, не поддаться вот тем же так аналогичным же колебаниям, да, или каким-то образом идемпфировать, значит, на тот период, пока они там не успокоятся. Ну, опять же, как я уже сказал, анекдот является в том, что они-то, видимо, в России, и я об этом еще буду говорить, вас, ну, так сказать, успокоились, и, в общем, я бы даже с высокой степенью вероятности сказал, что в очень там обозримом будущем мы эти 80 рублей за доллар не увидим. Вот. И показать, кстати, там вот, не успел еще в прошлой передаче, а уже, на самом деле, у меня третью передачу все один и тот же график, который я хочу показать, который будет показывать, ну, что ли, такую... Все-таки хоть какая-то же модель должна быть, примерно получить, сколько может стоить российский рубль, если, значит, вот закончится, вот, как сказать, ажиотаж. То бишь, какова была бы его фундаментальная стоимость, обусловленная вот тем, что есть сейчас, с учетом и капитального счета и так далее, да, за вычетом, вот, собственно говоря, спекулятивной составляющей, ну, которая возникает в панике просто потому, что люди покупают, потому что растет, а не потому что, как, например, в том же самом капитальном счете, просто вынуждены, да, потому что, значит, ну, это либо бегство капитала, либо просто возврат долгов. Вот. Так вот, значит, пока вывод такой, что вполне вероятно, что там все более-менее закончилось. То есть, получается, что, не зная, сколько продлится эта ситуация, да, вот, успели принять меры практически в тот самый момент, которые начали действовать, тогда, когда, ну, с очень высокой степенью вероятности, а я бы, в общем, даже тут, ну, как сказать, не стеснялся говорить о том, что, вероятнее всего, действительно, этот шторм закончился. В России. Да, 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 с российским рублем, вот, и вот мы остались, значит. Слушай, ну, Сергей, ты понимаешь, одно дело в России шторм закончился, и это, понимают, где-то в России, а другое дело тут в Беларуси разгоняется все, и, допустим, уже в России все закончилось, а у нас-то, как бы, люди еще не считают, что что-то закончилось, да, вот. Вот тут-то как раз я же говорю, что много-много лет этой передачи уже я рассказывал о том, что самая важная, как это, функция Центрального банка – это управление ожиданиями. Вот, так вот, я просто к тому, что, ну, если не вопрос психологический, потому что и там же очевидно, что, значит, ну, как бы паника-то в России, и мы видим, она завершилась, то есть она была два дня, и она, в общем, сошла на нет, да, вот, то есть, ну, в принципе, несложно догадаться, что с высокой степенью вероятности нечто подобное и случилось бы и у нас, ну, за исключением каких-то других вводных, там, факторов, которых, там, я не знаю, ну, да, сейчас их просто сложно предугадать. Так вот, еще раз, очевидно, что общая идея была просто переждать вот этот, значит, период неспокойства, который в российском рынке происходит, вот, не поддается никакому осмыслению, значит, волатильность, да, 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 вот. Значит, и вот, например, 19-го числа уже идут высказывания о том, в каком направлении необходимо копать Нацбанку и Сармину для того, чтобы вот эту задачу, как сказать, стратегическую, да, решить. Ну, вот, например, такая цитата. «Вчера я поручил предусмотреть ряд мер, вчера это имеется в виду, значит, человек, президент рассказывает о совещании, состоявшемся накануне, ряд мер спокойного характера, которые мы можем предпринять, чтобы не сжигать излишне наши резервы». Ну, то есть, вот, фраза «не сжигать излишне наши резервы» — это очевидная совершенно задача, о чем идет речь. Дальше. Эта фраза звучит еще раз потом. Значит, «Национальный банк...» А, кстати, это цитата двойная. Лукашенко цитирует Путина, сказанная в своем вот этом пресс-конференции о том, что, значит, «Национальный банк не должен полить валюту резервы». И дальше цитата нашего президента продолжается. Так у них их полтриллиона было, правда, сейчас около 400 осталось. У них огромные валютные резервы у субъектов хозяйственных газовиков, нефтяников, которые на экспорт работают. Пример приводил, позвонил, попросил, он говорит, «Да, у меня есть 3 миллиарда, помнишь?» Которые я могу выкинуть на рынок. То есть, там море было валюты, но они на это не пошли на то, чтобы сжечь золотовалютные резервы, и отпустили рубль. Это привело вот к такому обвалу, когда вынуждены были поднять учетную ставку, сказал глава белорусского государства. Ну, то бишь, тут, в общем, такая, несколько странная, на самом деле, оценка того, что в России произошло. Потому что, на самом-то деле, там и резервы вполне себе эффективно, в общем, полились. И ставка поднималась уже, значит, многократно там. Да, да, да. И как бы все без особой... Да, а дальше, вот смотри. Дальше идет, значит, практически уже указание на то, какое решение может быть принято. У Национального банка есть рычаги, и они общеизвестны. И мы будем действовать в зависимости обстоятельств. Вы побежали в обменники, спрос на валюту увеличился, цена валюты увеличилась. От обменников ушли или начали продавать валюту, а не покупать, значит, курс будет понижен. Все инструменты известны, добавил президент. На твой взгляд, это санкция на то, чтобы немножко ускорить обесценивание рубля? Нет, это скорее санкция на то, что, смотри, то есть, если речь идет, темпы обесценивания рубля уже заданы денежно-кредитной политикой, понимаешь, и параметрами 2014 года и на 2015 год. То есть, из каких-то соображений они исходили, и в данном случае то, что происходило в понедельник, вторник на российском валютном рынке, на это, несомненно, не влияло. То есть, если, а видно, что, значит, как сказать, после разговора с финансистами президент употребляет слово волатильность, и непонятно, сколько, какова же фундаментальная стоимость российского рубля, это значит, что этот период воспринимался как период, значит, ажиотажного спроса, за которым последует откат от этого спроса. Ровно это мы увидели на графике российского рубля. Значит, эта оценка была верна на самом деле, по сути своей. Соответственно, значит, есть некая вот долгосрочная тенденция, которая планирует вот постепенного ослабления к доллару, правда. Ну, мы уже говорили, почему это не самый оптимальный вариант. Вот. А все остальное, это, значит, вот степень, что ли, колебаний вокруг этого вот среднесрочного, долгосрочного тренда. Нет, ну хорошо, так а как понимать эти слова, вот, то, что ты процитировала только что. Можно я перелесну? Да. То есть, вы побежали в обменники, спрос на валюту увеличилась, цена валюты увеличилась, да, от обменников ушли и начали продавать валюту, значит, курс будет понижен. Да. То есть, ну, есть же санкция на то, чтобы чуть-чуть увеличить, потом, может быть, чуть-чуть... Так вот об этом речь идет. Я и хочу сказать, что... В рамках долгосрочного тренда. Еще раз говорю, правильные слова, это увеличить колебания, вот ту же самую вот волатильность по сравнению со всем ставшей нулевой, когда у нас 10 рублей, значит, каждый раз, да, там, в день там, или не каждый раз в день. Ну, то есть, условно говоря, российский рубль, он вот колеблется сильно, а у нас мы колебания... Если предположить, что такого же там уровня, значит, спрос сегодня повыше, значит, как в России... Значит, ростом на 50 рублей, если потом люди пошли сдавать, значит, падаем на 40 рублей. То есть, иными словами, у них колебания по 30% по 20%, у нас вместо этого колебания, скажем, процента-то явно нет. Да, да, да. Вот о чем идет речь. По процентам максимум. И именно об этом, как бы, речи идет, потому что, смотри, читаем дальше, скажем, так-так-так-так-так-так. Чуть дальше. Сейчас, подожди, подожди, подожди. Значит, там еще была речь о... Просто очень много этих... Вот оно. Кусков в... Значит... Ну да, все наговорили огромное количество... Так вот. Цитат. Значит... Зависит от того, что ты вообще хочешь... Люди... Я хочу сказать вот о чем. Что, в принципе, из этого момента вытекает, пока еще, да, вытекает... Если речь идет о том, что, значит, резервы не тратить, да, при этом, значит, увеличить гибкость, ну, это фактически, скажем... И действительно гипотеза такая, что это, значит, не смена, там, фундаментального настроения, что теперь все время, значит, будет этот повышенный спрос, а он связан вот с этими колебаниями волатильностью на российском рынке, что именно так и случилось, то речь идет о том, что, значит, ну, фактически дилемма, стоявшая в свое время, там, в 2011 году, да, образуется, значит, ажиотажный спрос. Можно защищать резервы каким образом? Просто перестав, ну, то есть, закрывая рынок, так как это было сделано в марте 2011 года, либо, значит, введя, ну, так, это мы берем совершенно крайние случаи, то есть, вот чем хорош, значит, модельный случай 2011 года, потому что там, ну, вот, как сказать, две абсолютно стороны одной медали. Понятно, что между этими полюсами, значит, где-то политика может находиться. То есть, либо полностью закрыть рынок, и тогда он начинает работать так, как в марте он работал в режиме нулевого сальдо, сколько люди принесли в обменнике, столько, значит, имеют возможность оттуда и купить, и не больше. Существовал запрет на продажу коммерческим банкам валюты для подкрепления обменников. Либо этот вопрос, скажем так, задача не тратить золотой валютной резервы решается автоматически. Либо задача, значит, не тратить золотой валютной резервы, это просто-напросто уменьшить интервенции. Ну, и, соответственно, чуть-чуть отпустить. Соответственно, увеличить, да, степень, значит, этих самых колебаний. Тем более, что там везде практически идет речь, в разных местах, вот в этих вот высказываниях о том, что, ну, значит, это же будет иметь последствия, что мы же не понимаете, что у, вот я цитирую, есть обратный конец, значит, да, и так далее. Ну, что может быть движение в другой. И вот смотри, значит, теперь фраза, которая совершенно воспринимается однозначно. Слушайте, зачем нам этот спрос, можно сказать, это вот выступление президента, можно же сказать, зачем нам этот спрос и предложение, давайте как-то валюту регулировать административно, можно административно, но все же люди хотят, чтобы была свобода, есть у меня лишние рубли, пошел и купил валюту, или мне нужна валюта, я ее купил, есть у меня валюта, я ее продам и куплю рубли. Дальше еще более, значит, такое либеральное высказывание. При свободном рыночном процессе обмена валюты и в других секторах должна быть свобода. Мы не можем регулировать здесь, а там отпустить, давать полную свободу. Мы не можем здесь куплю, продам, сделать свободным, а где-то что-то сдерживать. Если свободно, значит свободно. А дальше, дальше идет уточнение, то есть это понятно, о чем идет речь. То есть фактически это решение, склоняющееся к спектру октября-сентября 2011 года. Но бывают пики, и это вот как раз ровно касается оценки ситуации как ажиотажного спроса, который как появился, так и схлынул. В России, ну и, соответственно, причиной стал такого же спроса у нас. Вот Национальный банк должен за счет торговли резервами эти пики сглаживать, что мы и делаем до сих пор. Но если люди решили перевести час своих средств в валюту и повышать спрос на нее, валюта будет дорожать. Слушай, Сергей, ну я тут должен обратить внимание всех нас, что все-таки эту фразу президент говорит утром 19-го. Совершенно верно. Когда уже все решения приняты, и мы просто не знаем. И решения приняты, и противоположные. И дальше, нет. И подожди, я понимаю, конечно, что ты можешь возразить, потому что из этих же выступлений там есть вроде бы везде вещи, которые можно проинтерпретировать как противоречащие, ну или мало совместимые с тем, что было сказано тут. Например, у нас есть обязательства перед населением, да, значит, мы должны поддерживать уровень жизни, мы должны не допустить обвала, мы должны путь в воронку за Россию. Велта написала в заголовке, по сути, мы не должны бежать за Россией и девальвировать рубль, хотя цитата на самом деле так не звучала, но смысл послания, как бы, вот они поняли так. Ну вот еще одна цитата, мы не хотим копировать, что происходит у наших соседей, значит, и так далее. То есть, и фактически, понимаешь, то есть, можно было бы подумать, что, значит, с одной стороны, сделайте мне курс более гибким, с другой стороны, значит, девальвации не допускают. Но опять же, противоречия нет, если внимательно подумать и сложить 2 плюс 2 в той оценке ситуации, которую я сказал. Первое, значит, диагноз, предположительно, мы ищем решение в ситуации, когда, как мы считаем, ну то есть, это гипотеза, мы же проверить ее пока не имеем возможности, но, скажем, на российском рынке вот по факту мы видим, что эта гипотеза оказалась верна. Значит, в России было два дня паники, которые кончились с двумя днями похмелья, и курс оказался ниже даже, чем старт торгов понедельника, 15 числа, да, соответственно, передаточный механизм, очевидно, работает, психологического заражения, логично предположить, что он может сработать и в обратную сторону точно так же. Значит, соответственно, понимая, что, значит, возможно, решение административное, но оно неверно, но при этом в ситуации, когда колебания, то есть степень вот истеричности состояния людей весьма высока, то есть понятно, что путь, по которому пошли в России не трогать руками вообще ничего, да, не трогая резервы, привел бы, ну, к сравнимым, а может быть, даже и большим с точки зрения волатильности колебаниям на нашем рынке. Очевидно совершенно, что когда колебания уже такие, это явно уже, ну, имеет, сказать, дестабилизирующий эффект. То есть все, что это десятки процентов, это все требуется там месяцы для того, чтобы... Давай я сформулирую более кратко то, что я понял. То есть где-то у президента сформировался, сформировалось такое мнение, что... Я сам объяснил. Почему нет парадокса? Потому что, мне кажется, девальвация для президента, которую нельзя производить, это ступенчатая девальвация. Не обязательно. Нет, это сильное резкое падение. Вот и есть ступенчатая девальвация. Смотри, так вот... Так, а вот можно увеличить колебания, там, скажем, с 10 рублей до 50, если потом... Смотри, так вот я что хочу сказать. Так вот то, что случилось в России, вот эти вот колебания на 30 процентов и 20, вот это, несомненно, то, чтобы президент назвал обвалом. Даже несмотря на то, что потом этот курс вернулся. по факту, нет-то результат нулевой. Но damage is done, понимаешь, уже как бы ущерб нанесен. И вот речь идет именно об этом. То есть, и тогда мы примерно понимаем, о чем же все-таки идет разговор. Итак, то есть, еще раз я подчеркиваю, значит, мы предполагаем, что это краткосрочный период, в течение которого необходимо, значит, справиться с ажитажным спросом. Можно это сделать, как советуют некоторые, путем административных ограничений. При этом президент говорит, что это неверный путь. Больше того, это неверный путь, даже если административные эти ограничения будут на каком-то небольшом сегменте рынка. Мы должны оставить возможность людям продавать и покупать валюту. При этом очевидно, что в случае, когда спрос увеличивается, цена должна расти. Напротив, когда больше продают, значит, курсы на странные валюты должны уменьшаться. Это говорит о том, что необходимо увеличить волатильность, но при этом увеличить ее не настолько, насколько, значит, вот это произошло в России. Ну, то есть, вот решение, которое по логике лежит на руках. Вот именно так была поставлена задача, значит, это решение искать. Ну, пока не видно же, да, никаких противоречий. Ну, в общем, да. Давай переходить к тому, что мы получили в итоге. А теперь, значит, к тому, как из этой, по какой логике из этой посылки получилось это решение. что происходит 19-го числа. 19-го числа идут, значит, противоречивые сведения о том, что рекомендовал или советовал национальный банк, коммерческим банком, но зато мы видели их действия. Значит, курс, который был выставлен в обменниках 19-го числа, отличался от курса официального в этот день на 10% ровно, по максимуму. То есть достиг 11800... 11790, что-то такое там по-моему получалось. то есть это ровно плюс 10% к тому, что было официального курса. Ну, предположительно, опять же, то есть нельзя тут утверждать точностью, что именно такова рекомендация и была. То бишь увеличить вот эту разницу до 10% и при этом, что удивительно, значит, рекомендация была и постараться, значит, как сказать, не свои обменники не подкреплять. То есть уже пошли сразу конфликтующие сигналы. С одной стороны, значит, рекомендуют банкам на одном из сегментов рынка, то есть о чем же идет речь, плюс 10% это же только наличный курс. Очевидно, ну, торги остановлены, но официальный курс остался там же. Да, то есть мы получаем на двух сегментах уже разницу 10% одного с другим. И это позволяется, либо даже напрямую рекомендуется сделать Национальным банком, потому что никаких, значит, санкций, окриков за это не было. Вот. То есть с одной стороны это напоминает попытку решить вопрос, значит, ступенчатым контролируемым изменением, хотя бы на одном сегменте, там, где, собственно, на этот ажиотаж и возник. Вот. А с другой стороны, ну, вот, опять же, это решение 16 марта 2011 года, да, попытка сделать нулевое, значит, сальдо по покупке и продаже. Как мы помним, по истории 2011 года ни то, ни другое решение, ведь там пробовали и так. И 20, дай бог памяти, по-моему, 5 мая 2011 года это была попытка, значит, ступенькой постараться, значит, приблизиться, ну, к тому, что казалось тогда, значит, курсом. Математически выверены совершенно верно, да. Курсом, да. С одной стороны, а с другой стороны и работало это все длительное время вот в том самом режиме нулевого сальдо. И, как мы знаем по истории 2011 года, в конечном счете от этих мер пришлось отказаться. Ну, так, мне кажется, что вот это вот увеличение курса на чуть-чуть, да, в обменниках, это просто для людей как красная тряпка. То есть, вот вчера был курс, там, не знаю, условно говоря, плясал от 10 890, а сегодня он вдруг 11 890 в обменниках. Нет, ну, слушай, ну, была же история, мы же об этом уже обсуждали 2009 года, где вполне, вот там был 20% скачок и в принципе, который, в общем, ни к чему, значит, там, никакой паники абсолютно. Да, совершенно верно. хотя там были, хотя там тоже были случаи, по-моему, вот тогда уже анекдотические, когда люди думали о том, что после этого, значит, там, не удастся удержать эти 20% и так далее, и была как раз аналогичная ситуация с потребительским рынком. Некоторое время было, а потом, правда, буквально через несколько дней, там, люди начали чуть ли не пытаться в магазины лишние телевизоры, которые купили, приносить. Ты знаешь, Сергей, мне кажется, что принципиальная разница между вот этой мерой в, там, девятом и единнадцатом году и тем, что произошло сегодня, заключается в том, что люди почувствовали-то первые сигналы, не придя в обменники, да, что тут вдруг курс подорожал, а люди посмотрели, по каким курсам им переводят безналичные рубли в безналичную валюту, да, люди посмотрели, что с карточек нельзя совершить с рублевых. это чуть позже. А я, например, увидел сначала эти сигналы, да, и вот смотри, тут получается, мы не можем пользоваться карточками, да, так как мы привыкли пользоваться, мы видим курс там в 20 тысяч на покупку доллара установленный, по-моему, по-моему, Белсвистбанк поставил, да, значит, то есть продажа 10, там, 811, покупка 20, да, это, конечно, удивительно. мы вот видим вот эти вот вещи, да, и потом мы идем в обменники и видим, что там курс был 11 300, там 11 400, стал вдруг 11 900, да, то есть мы видим... Но это в любом случае не 20. Это не 20, но это обменники, да, так и там же тоже обменники. Понимаешь, в чем прикол? Мы видим, что по всем фронтам идет какое-то вот, ну, ну, да, происходит что-то странное неприятное давление, то, что мы не понимаем, да, и мы, естественно, ждем чего-то большее. Нет, ну, ну, как обычно, чего человек боится неизвестности и боится. Так вот, и вот, собственно, 19 числа происходит, значит, решение правительства и нацбанка, как называется, по недопущению развития негативных тенденций на финансовом рынке, официальное его название. Там шесть мер сразу, значит, предлагается, ну, самое очевидное, значит, с которого, значит, все начинается, это, точнее, он идет третьим из этих шести, но это, конечно, гораздо более важная вещь. С учетом возросшего спроса на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке принято решение о временном введении 30-ти процентного сбора при покупке валюты юридическими и физическими лицами. Пока это еще сбор для всех. предприятия и банки будут уплачивать данный сбор при покупке валюты на бирже, а граждане в виде комиссии при покупке в банке. Уплаченные средства будут направляться в бюджет. Это первое, самое важное решение. Дальше... Но при этом приведено не первым. Нет, минуточку, да, оно идет третьим по пункту, но, 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 но. После этого идет еще такое важное уточнение, про которое почему-то, значит, снова все забывают. Подходы к курсообразованию на внутреннем валютном рынке останутся неизменными. Ну, что такое подходы к курсообразованию? Это значит, в таком же режиме работают обменники, в таком же режиме работает белорусская валютная фондовая биржа. Ну, которая на следующий день, как мы знаем, после этих решений и была открыта. вот, ну, единственное, что вводится, как мы понимаем, эти 30%, что по факту означает, что вы получили, на самом деле, тут даже, как сказать, сколько было различных там метафор, но в действительности это попросту означает, что спред между покупкой и продажей увеличился на 30%. Вот о чем идет речь. Это очень классная ситуация, вообще, конечно. Притом, ну, то есть, а что такое увеличение спреда на какой-либо актив до 30%, там, на 30%, ну, это, строго говоря, на любом нормальном рынке этот актив считался бы уже не ликвидом. Ну, потому что невозможно, как сказать, им оперировать, да, если только ты, там, не вынужден его продавать, там, или покупать по каким-то вне, значит, рыночным соображениям, ну, как в данном случае это вещи не связанные с финансовым или валютным рынком, а связанные, например, с производственным процессом, там, импортера или экспортера, вот, ну, а во всех остальных случаях это особого смысла не имеет. Значит, о том, что такое вот этот вот плюс 30%, мы поговорим гораздо подробнее еще, но пока, значит, повышение до 50% в годовых процентных ставках по, ну, тех самых настоящих, не ставки рефинансирования, как я уже много раз говорил, у нас ставка рефинансирования имеет больше фискальный характер, на нее там штрафы сборы и прочее завязаны, основное, это то, что определяет стоимость денег, это все-таки вот эти вот ставки предоставления и изъятия ликвидности, внутри которых это... Ну, Ацбанк четенько так и написал, это приведет к пропорциональному повышению ставок. и... Но, обратив внимание, в этом пресс-релизе, Ацбанк говорит о том, что приведет к увеличению ставок только по депозитам. Он так, больше ничего не сказал. То есть, до 50% в годовых. 24. Это, на самом деле, очень неслабое повышение. Вот. То есть, что имеется в виду? Это фактически действия, ну, аналогичные тем, вот, к тому резкому повышению процентных ставок, которое, как сказал президент, пришлось повышать процентные ставки, значит, в России, чтобы курс удерживать. И, в принципе, это ровно те же действия, которые предпринимал, значит, наш Нацбанк в ситуациях мини-таких валютных паник, которые были летом 12-го и конца лета, начала осени 13-го года. Там до 60-ти, значит, доходило. Вот. Дальше, значит, всем, это уже третье решение к вот этим 50-ти процентным пунктам по операциям предоставления ликвидности, всеми крупными белорусскими банками вводится срочно гарантированный сберегательный вклад с механизмами индексации рублевых сбережений при изменении обменного курса белорусского рубля. В принципе, по большому счету здесь ничего нового, потому что и так почти все крупные белорусские банки, ну, по крайней мере, ГОС и так точно имели такого рода вклады, там, у Сбербанка, насколько я помню, Гарант назывался, вот, то бишь, речь шла о том, что там к процентному доходу, который есть в белорусских рублях, добавлялось еще изменение в рублях, значит, как сказать, курсовой стоимости доллара за то время, пока у тебя этот вклад бы длился. Но опять же, что здесь принципиально важно, что это исключительно белорусский вклад. То есть, ты кладешь рубли, ты получаешь рубли, тебе насчитываются рубли. Но при этом, если курс рубля изменяется, то вклад индексируется. Да, да, да. Ну, кстати, это некий такой вот аналог в свое время, то есть, по... На форуме просили объяснить, что это такое. Нет, просто многие в свое время, когда их вводили еще над ними, смеялись, мол, что же это такое. Но это, в принципе, как... Как вы объясните? Как вот есть такое понятие, как ETF, например. Да? Некий такой траст, значит, который... Ну, например, значит, вы получаете от какого-то, неважно, это будет фонд, банк или так далее, так как это сделано, значит, на западных рынках. Некий актив, стоимость которого привязана, например, к биржевой стоимости какого-либо актива. Причем это может быть все, что угодно. И больше того, это может быть даже не один какой-то актив. То есть, это может быть и нефть, это может быть и металлы. Кстати, в России вводили аналог, это были так называемые обезличенные металлические счета. Помнишь? Они именно так и назывались. Ну, я, конечно, не помню. Я не помню. Это было буквально несколько лет назад, когда еще была большая паника по поводу того, что золото, значит, там, улетает в небеса. Помнишь? Там ужас-ужас, там, за две тысячи, там, и так далее. С тех пор золото давно уже, в общем, в нисходящем тренде находится. Про эту панику уже все давным-давно забыли. Но тогда просто альтернатива у тебя какая? Либо ты покупаешь эти слитки или монеты коллекционные, на которых спреды огромные, либо для тебя банк предлагает инструмент, индексируемый по стоимости золота. А дальше уже что делает сам этот коммерческий банк или там, если это фонд какой-то, который этими вещами занимается. Особенно интересно, что, скажем, на Западе это может быть, как я уже сказал, даже не один актив, а это может быть нечто очень сильно диверсифицированное. То есть представь себе, что, скажем, какой-нибудь буржуйский банк крупноинвестиционный покупает большой пакет акций, которые повторяют, например, какой-нибудь индекс. Ну, там индекс, например, я не знаю, там Dow Jones или S&P. У тебя, для того, чтобы попытаться повторить движение индекса, это означает, что тебе нужно в тех же долях, то есть представляешь, какие огромные затраты. Ему это сделать проще. То есть он может большой пул сделать, на всех поделить, сказать, что у тебя в этом пуле доля, то, как работает фонд, это просто денежное имущество. То есть это некий такой аналог. То есть я просто к тому, что, в принципе, когда там сильно смеяться над тем, что откуда он возьмет, значит, вот такое изменение, где он возьмет способ рассчитаться, а где берут вот те... То есть смысл-то ведь остается тот же самый. Это целиком финансовый инструмент, обязательства возникают у вас, у того, кто для вас его делает. Еще раз говорю, на Западе это даже могут быть не банки. То есть там вплоть до того, что, поскольку это не банк, что там нет защиты вклада агентствам страхования, да, там до какого-то предела, а у нас и они вообще до бесконечности защищены, да, причем еще и в валюте вклада. То есть это, в принципе, инструмент понятный, работающий. То есть это вот некий такой аналог ETF, да, Exchange Trade Fund, привязанный в данном случае вот стоимости доллары там или к чему там угодно, ну, в доллар в данном случае, вот, в белорусских рублях. Единственное, где собака-то порылась, заключается в том, что нужно учитывать два риска, которые есть в этом вкладе по сравнению с покупкой наличной валюты. Ну, теперь я уже имею в виду не в том режиме, который есть сейчас, вот, с плюс 30%, а вообще просто. То есть, во-первых, это риск того, что официальный курс будет в час че в нужный момент не сильно соответствовать тому, который будет на самом деле. А то, что такое бывает, мы видели. История полугода кризиса 2011 года это показывает прекрасно. Вот. Да, собственно, сейчас у нас наблюдается приблизительно то же самое. Вероятнее всего. Так приблизительно. вероятнее всего. Второе, это то, что попросту рынок может быть закрыт, то есть, грубо говоря, вот как в момент, когда тебе нужно будет купить валюту, ее попросту не будет. Ну, или там потребуются какие-то очень сложные ухищрения для этого, как это было уже там осенью 2011 года. Вот то же самое, что и первое, как бы, ты валюту возьмешь, рубли возьмешь по одному курсу, а валюту будешь покупать на черном рынке, соответственно. пример, да, и на этом потеряешь. Значит, четвертый инструмент, это увеличение нормы обязательной продажи поступающей в страну валютной вручки. До 50%. Прекрасно понимаю, Нацбанк и правительство в желании ввести эту меру. В желании увеличить предложение валюты на бирже. Абсолютно точно. Ну что ж, мы видели сегодня как увеличилось предложение. И, наконец, пункты пятый и шестой, последние, которые остались, касаются целиком уже денежно-кредитной политики. То есть, до 1 февраля вот впервые появляется дедлайн, по которому, значит, появляется, что ли, желание оценить, значит, каков же этот период, в течение которого мы будем ожидать, когда ситуация успокоится. До первого, февраля пятнадцатого года не допускать рекомендованно коммерческим банкам, ну, рекомендации в наших условиях, сам понимаешь, что означает, наращивание кредитного портфеля в белорусских рублях и не осуществлять изменения валюты денежных обязательных заемщиков по кредитным договорам. Ну, в общем, как бы понятно, о чем идет речь. Значит, это попытка одновременно еще и ужесточить денежно-кредитную политику. Хотя, ну, так оно подается, хотя тут можно понимать, такая, что ведь, ну, люди, рассчитывающие на то, что белорусский рубль будет ослабляться, значит, тем самым, ну, выгодным становится поведение иметь пассивы в слабеющем активе, да, то бишь, взять и начать кредитоваться в этих самых белорусских рублях. Ну да, тут мы возьмем и запретим. Ну, то бишь, тут имеется в виду еще и это. Слушай, и, наконец, последнее, да, это... Вводя такую меру, Нацбанк сам-то не предполагает, что в будущем рубль начнет ослабляться, и, соответственно, в случае, если найдется много умных таких вот, которые сейчас побегут брать рублевые кредиты, то они бы выиграли, а что бы они не выиграли, соответственно, мы просто возьмем и запретим давать им кредиты. К сожалению, так, да, это может быть так проинтерпретировано. Вот. Я, например, однозначно это... И, наконец, еще шестое, это то, что, значит, ну, то, что называется сложным языком неприменение к банкам мернодзорного реагирования за, значит, несоблюдение требований постановления там, где ограничен размер процентной ставки. То есть, это вот с апреля существующая, значит, у нас, но существующая, правда, до января эта практика. То есть, это же было, тоже вводилось то есть, когда ставка по новым кредитам не должна превышать среднюю ставку, образовавшуюся на следующем, предыдущем месяце. Вот. И вот теперь-то, если мы сложим пункт 2 и плюс пункт 6 о том, что повышены процентные ставки до 50 процентов, то это означает, что они будут повышены и по кредитам, естественным образом тоже, ну, потому что... Ну, точнее, за то, что банк будет повышать ставку по кредитам, для него не будет никаких ценностей. Ну, оказаться в ситуации, когда у тебя пассивы становятся дороже до 50 процентов, а при этом активы, то бишь кредиты, которые ты можешь выдавать, ограничены вот теми же самыми, там, вблизи 30, там, значит, процентов, ну, понятно, что, значит, это просто... Не пожелал бы... Да, приглашение, значит, заниматься операциями, которые приносят тебе чистый финансовый убыток. Вот. Национальный банк это понял и позволил так, в общем, по сути дела, поступить к коммерческим банкам в отличие, как ты уже понимаешь, от Министерства торговли. Примерно в аналогичной ситуации. Я скажу так, что это была одна из тех вещей, связанных с этим указом, которые были поняты еще до его опубликования. А вот, ну, это не указ, да, это установление, так? Некоторые вещи выяснялись по ходу и о них уже чиновники договаривали и Мясникович и министр торговли договаривали прям вечером в воскресенье, например, да, хотя, конечно, вечер в воскресенье это не самое подходящее время в нормальной ситуации для каких-то публичных выступлений чиновников. Вот, например, брифинг, который произошел 19-го числа, где был, значит, Александр Забаровский, это глава аппарата Савмина и Тарас Надольный, первый зампред правления Национального банка. Вот фразы, которые звучат там. Значит, решительные меры для чего? Чтобы все участники валютного рынка понимали, что спада курса белорусского рубля в пике под действием ажиотажного спроса допущено не будет. Соответствует это тем пожеланиям, которые президент сказал? Конечно. Пока да. Мы понимаем, что ажиотажный спрос на валюту спровоцирован ожиданиями из-за резкого падения курса нашего основного торгового партнера. Логично? Это в принципе вообще то же самое, что говорил президент. Равновесный курс российского рубля до сих пор не определен. Абсолютно, да? Про волатильность. И за ним в эту неопределенность белорусский рубль не пойдет. Логично? А дальше, значит, валютный рынок как и любой другой подчиняется законам спроса и предложения. Наша политика резко снизить спрос на валюту и увеличить ее предложение. Снизить спрос. за счет введения комиссии увеличить за счет сдачи 50% валютной выручки. Да, да. Ну, выглядит неплохо. В теории. Да, в теории. На практике пока что плоховато выглядит, конечно. Значит, и дальше наконец начинают появляться вот эти самые решения, которые показывают, что, в общем, в спешке все это делалось, вплоть до того, что весьма на коленке. Кстати, оттуда же начинают появляться из-за того, что решение принято именно таким образом. Мы пока еще его не оценим. Я пока только о побочных, что ли, очевидных первых же эффектах. Ну, одно дело, когда ты говорил, когда коммерческие банки поставили по безналичным конвертационным операциям до 20 тысяч курс внутренний. Хотя, кстати говоря, это было нарушением рекомендации Национального банка обеспечивать курс вредообменных операций по безналичным, чем внутри спреды ставить тех, которые существуют в обменниках для физических купюр. Вот. Но анекдот является в том, что разъяснение, которое дает Национальный банк о том, что это 30-процентный сбор для физических лиц, он распространяется в том числе и на операции, когда ты либо снимаешь значит валюту из банкомата с рублевой карточки, либо рублевой карточкой совершаешь валютный перевод, либо платешь в адрес третьих лиц, ну, то есть, грубо говоря, все, что угодно Все, что конвертирует рубли в валюту. Да, 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 естественно, там же возникает значит валютообменная операция по курсу того банка, который у тебя это все, значит, обслуживает. Значит, там тоже должна насчитываться 30-процентная эта комиссия. И тут внезапно выясняется, что тот софт коммерческих банков, который обслуживает такие операции, ну, представляешь, сколько их, какое количество, значит, в реальном времени совершается. Конечно, представляю, ведь наш банк последние несколько лет активно проводит политику ну, и, да, так вот, и вдруг оказывается, что нет у них такой возможности это сделать в автоматическом режиме. Отсюда, значит, ко всем банкам, включая ОМОЙ, приходит уведомление о том, что, извините, мы такие операции приостанавливаем. Попросту, потому что не можем вот эти бухгалтерские операции провести. Дальше появляются, значит, такие забавные комментарии, когда журналисты начинают спрашивать у, значит, коммерческих банков, мол, а когда же, собственно, вы это сможете сделать? Вот, это вот, значит, на интерфаксе. Вот, ну, реальный срок, ну, там, не знаем, когда, в общем, либо, значит, ограничения будут сняты, или необходимое ПО будет разработано. Соотметил собеседник агентства. И при этом, значит, он говорит, что, ну, как бы, вот мы же не знаем, когда там российский рынок придет к равновесию. Вот. Возможно, что эти меры даже продлятся дольше, чем 1 февраля, может быть, они продлятся минимум полгода, но когда человек говорит о том, что что-то случится раньше, то есть это означает, что они вполне, ну, то есть, как это интерпретировать, что они готовы разрабатывать этот софт по полгода, то есть люди просто оказываются лишены возможности вообще проводить такие операции. Представь себе ситуацию людей, казавшихся в этот момент за границей, у которых попросту заблокирована, ну, такая возможность. Ну, да, я бы это... Собственно, я в такой ситуации оказался ровнехонько 20-го числа. Голосуй поэтому в нашем опросе за то, что тебя накрыло. Так вот к вопросу. И помнишь, как-то предполагалось считать, типа, выиграл или не выиграл? Значит, я как раз буквально еще на прошлой передаче хотел сказать, что, возможно, даже и проиграл из-за чего? Из-за того, что мне нужно было оплатить подписку годовую там на ведомости вот таким вот способом. А там была интересная ситуация, значит, поскольку там они в рублях выставляют стоимость насчет этой подписки, но она очевидно у них как-то там привязана к каким-то валютным вещам, вот, то там, значит, предлагалась 50-ти процентная скидка. Когда курс рубля, значит, упал еще сильнее, там уже была 40-ка процентная скидка, но от, естественно, другой величины. То есть и в момент, когда, ну, там смысл просто такой, что это, как сказать, продление подписки идет автоматически, если ты этого не сделаешь сам. Вот. То бишь, дата, в общем, как бы тут не сильно поиграешь. И это получилось еще не тогда, когда курс рубля был самый низкий, ну, буквально вот за несколько дней. И мне казалось, ну, вот, я мог бы там еще 20-30 процентов выиграть. Теперь я понимаю, что вероятнее всего, да, даже с учетом, ну, если бы работала эта, значит, вещь, вот эти плюс 30 процентов, конечно, значит, ни к чему хорошему бы не привели. Да, так вот. Теперь два документа, которые, собственно, у нас есть и которые это дело регламентируют и которые говорят о том, что похоже там и все делалось в довольно серьезной спешке. Значит, вот указ 607, которым это все регулируется. Значит, написано, что это такие, значит, налог на биржевые операции, а не сбор, нет, почему сбор мог бы быть на самом деле. Да, теоретически мог быть, но потом в какой-то момент, видимо, решили, что пускай это будет налог. налог. То есть, юридически оформить посредние указы. Налог, конечно, это сильнее, это означает, что там совсем уж строго его надо менять налоговый кодекс, ибо там в нем не прописано такого, значит, специфического налога. Ну, на крайняк, вот можно это сделать указом президента, так как мы понимаем, что и случилось. Вот. И дальше появляется вещь, которая звучит немножко не так, как пресс-релизн с банками и правительством. Плательщиками налога признаются банки, осуществляющие приобретение иностранной валюты. А затем уже эта сумма налога возмещается банкам, организациями и ИП, которые, в пользу которых осуществляется приобретение иностранной валюты. Порядок возмещения не прописан. Зато четко прописан порядок, значит, уплаты этого налога. Значит, коммерческие банки обеспечивают внесение сумм налога не по дне третьего рабочего дня, следующего за днем проведения торгов. И я думаю, что ради этого это все и делалось. То есть сбор еще там неизвестно когда и как поступит. Когда банкам вернут это, да? Например. Ну, банки вернут. Либо когда, нет, либо-то ситуация какая, либо тогда, когда, значит, пойдут балансы сдавать предприятия, когда они будут быть плательщиками. Понимаешь? Они-то налоги платят не в режиме, а давайте заплати налог вот через три дня. Они их платят в определенные налоговые дни. А, я понял, о чем ты говоришь. Если бы плательщиком было предприятие, а банк был бы, платеж, а банк был бы налоговым агентом, то тогда это было бы поступление раз в месяц. Здесь это поступление ежедневно. Ну, поскольку, значит, каждый день совершаются операции по покупке. Я думаю, что именно это, значит, привело к тому, что, значит, все-таки плательщикам признаются банки, а дальше думаете, как им возмещать эти деньги. Про этот порядок пока не определен вообще никак. После чего, правда, налоговая попыталась определить, что, значит, вот, что эти средства там для банка не считаются там доходом, эти, значит, расходы по уплате этого налога тоже как там, значит, чем-то не считаются. Неважно. Здесь, в данном случае, не это интересно, а то, что, смотри, пункт 2.5 коммерческие банки с учетом ля-ля-ля, вот, где обеспечивают внесение сумм налога, осуществляют контроль за правильностью исчисления налога. Ну, то есть, такое ощущение... Да, еще даже... Сами взимают и сами себя контролируют. Сами плотники, сами считают. То есть, анекдот... Нет, я думаю, что это просто осталось, как сказать, еще... Не успели до конца подправить ситуацию, когда предприятие платили бы, а банк был бы налоговым агентом, и он бы тогда логично, что осуществлял бы... Конечно, осуществлял бы контроль за правильностью исчисления налога. А получился физический смысл такой, что на тебя же накладывают обязательства проконтролировать, сколько ты должен, значит, заплатить сам. Вот. И дальше, дальше, значит, появляется еще одна интересная вещь, но у нас же не бывает так, чтобы для всех было все одинаково. У нас появляются те, для кого нога, у кого надо нога. Значит, во-первых, перечень товаров за расчеты... Для расчетов, за которые приобретение валюты не облагается этим налогом 30%. Но интересно еще другое. Ну, тут я узнаю 2011 год тоже, просто и анфас, и... Не совсем, все же не совсем. А понимаешь, тут... Я имею в виду, что исключения должны были появиться из этого вот общего правила, и они появились. Но еще одно исключение, которое там есть, про которое почему-то мало кто обратил внимание, пункт 2.6. Это про бюджетные средства. Приобретение иностранной валюты за счет бюджетных средств, значит, не освобождается от налога на приобретение иностранной валюты. Ну, вот ты знаешь, пока нет комментариев, мне сложно наверняка судить о том, что это значит. Но мне кажется, что очередной раз частников и государственный сектор развели по разные стороны. Ну, не совсем государственный сектор, потому что все же речь должна идти в данном случае о использовании средств бюджета. То есть, если это бюджетное финансирование, ну, то есть, это скорее учреждение больше, чем какие-то предприятия, потому что покупка госпредприятием за счет собственных средств все-таки формально... Да, конечно, конечно. Ну, это хорошо, потому что иначе это выглядело совсем уж плохо, не в пользу частного сектора. Вот. Дальше начинаются интересные вещи. Значит, выступает уже с 21-го числа Максим Ермолович, сам министр финансов. Говорит о том, что этот сбор у нас предположительно действует до 1-го февраля, что, значит, исходя из того, что там 20 торговых дней биржевых, значит, с учетом того, что в среднем там ежедневно предложение и спрос примерно вот предположительно будет такой же, как было раньше, значит, доходы составят около 5 триллионов рублей. И вот мы смотрим на первые же результаты этих торгов, да, значит, ну и... И что получается? Получается удивительная вещь. Значит, ставили задачу увеличить предложение иностранной валюты, да, по факту его пока уменьшили раз в 20. Ну, это, наверное, связано с тем, что там есть же нормы в течение полугода можно продавать эту выручку настолько полной валютной. согласен, но в любом случае... И те, кто может это отвинуть на после первого февраля, да, они, естественно, это делают. Дальше, дальше необходимо... Да, еще одна очень интересная вещь, которая была сделана уже постановлением правления Национального банка, значит, это решение о том, чтобы закрыть фактически межбанк. Тоже решение из 2011 года, да, значит, но тогда, правда, его то закрывали, то открывали, то вводили снова ограничения на 2%, и сейчас, кстати, для коммерческих банков значит, ограничения по отклонению от официального курса в обменниках ввели 2%, но теперь понятно, потому что все равно это на самом деле это означает, что спред, как я уже сказал, увеличился на 30%, но опять же, значит, постановлением о закрытии вот этого самого биржевого валютного рынка значит, не осуществляются за исключением сделок с Национальным банком, да, изменение постановления, которое было предыдущее, которое, если ты помнишь, ограничивало величину 20-ю стандартными лотами операций по Носбанку, похоже, что просто-напросто одну строчку забыли исправить, она целиком осталась из старой версии, пункт 1, установить, что до 1 января 2017 года и дальше там было ограничение по объему, а здесь вместо этого написали, что сделки не осуществляются, но получается, что все меры до февраля 2015, а здесь до 1 января 2017 года закрыт межбанк, ну, то есть это уж явно никак не вяжется с ситуацией, значит, сбить ажиотаж вот прямо сейчас. Так вот, ну, я готов согласиться на счет спешки. Значит, так вот, это мало того. Особенно учитывая, какие выяснения пошли вечером в воскресенье, когда начали обсуждать тот эффект, который будет оказан этими мерами Носбанка и правительство на импортеров и на экспортеров. Так вот, теперь получается интересная ситуация, ведь фактически это не что иное, как введение множественных курсов для импортеров и экспортеров разные. Ну, формальный сегмент один и тот же, но все равно для разных пользователей, скажем так. Так вот, смотри, что интересное происходит. Значит, а, больше того, я бы даже еще такую, значит, скажем, где у нас высказывание Петра Петровича Прокоповича, который отчитывался буквально 19-го числа на совместном заседании Палат Белорусского Парламента об итогах 2014-го года. Я вижу по дате новости, что эта новость опубликована где-то за час до того, как были опубликованы на сайте Носбанка решения. Абсолютно точно. И он рассказывает о том, что в 2014-м году нам удалось хотя бы немного увеличить реальные доходы населения, что нам удалось сохранить относительно сбалансированности экономики, в том числе на финансовом и валютном рынке. То есть, понимаешь, и вот буквально через несколько часов случается такая вещь. И при этом он рассказывает о том, что вероятнее мы запланировали наши планы на 2015-й год, понимая, что он будет тяжелее. Они, ну, как сказать, более скромные, что ли, чем которые есть на 2014-й год. То бишь, для него 2014-й год уже завершился. И если какие-то меры бы и предпринимались, то они уже психологически уже, все, они уже в следующем году. Человек просто не знал, что там происходит, понимаешь? Вот. Но самое интересное в этой ситуации, даже не, вот, как сказать, вот это решение, которое приняли, а, значит, что называется добей меня танцем, да, это, собственно, вот внезапно обретшие, значит, новую себе работу нашедшие Минторг, про который, как я уже говорил, одно время даже планировали вообще ликвидировать за ненадобностью, но это, правда, были времена, когда у нас речь шла о либерализации, там, цен, торговли, там, и так далее, и прочее, прочее. Вот. То теперь, в общем, как ты знаешь, указом 567-мым ему дали, ну, точнее, не то, чтобы какие-то новые полномочия, ну, забрали полномочия у Минэкономики, передали Минторговли. Ну, как мы видим, значит, ты знаешь, честно говоря, у меня такое впечатление, что раньше у Минторга вообще не было никаких полномочий, да, и вот его не было слышно, и тут вдруг дали какие-то, и понеслась просто. Просто административный восторг какой-то начался, поиначе это объяснить то, что происходит, невозможно. И второе, важно здесь еще одна вещь, что, ну, то есть, сочетание вот этих двух мер, одной, которая делается на валютном рынке, и другой, которая делается на рынке потребительском, да, значит, ну, вероятнее всего, это все-таки были разные меры, не согласованные между собой, значит, потому что, если предположить, что они все-таки, значит, исходят из одной какой-то логики, то это уж больно извращенная логика. То есть, смотри, что происходит, значит, ну, как бы, я не буду сейчас перечислять, все эти новости знают, закрытые магазины Мегатопа, на прошлой неделе, значит, пятый элемент ГИПа, там, Евроопт, значит, кто еще, электросила, значит, а сейчас еще и, значит, онлайнер. Ну, принялись потом из-за интернета, онлайнер. 13 поторговых площадок и треон выписано, да, значит, за что? За фактически указание цен в УЕ, а не исключительно в белорусских рублях, так как это должно было бы быть. Значит, много, и помимо этого всего, ладно, бог с ним, понятно указание там в долларах, а не дай бог, ну, я не знаю, как рассуждать, то есть, что люди, значит, как это сказать, внезапно, у нас Минторги побоялись, что люди возьмут руки калькулятор и поделят белорусские рубли, значит, на доллары и увидят... Ну, у меня есть версия, почему это так, потому что, конечно, указание цены в долларах дает продавцу возможность установить уже потом при переговорах с покупателем любую цену в рублях. разумеется. Вот, а вот указание цены в рублях уже как бы не отвертишься, Вот, причем, причем, я не буду сейчас перечислять, то есть, там реально домокло в меч висит, там, значит, еще и рабочие группы специальные будут создаваться, там, значит, Гостандарт, Минторг, Минздрав, Минсельхозпрод. Вот, это меня возмутило больше всего. Смотри, смотри, с одной стороны мы возмущаемся, что какой-то Россельхознадзор закрывает поставки белорусской продукции в Россию. И мы говорим, это политика, да? Как же так? У нас отличная... Проверяли, проверяли, а потом вдруг все стали плохими. Помнишь высказывание президента? 23 предприятия в Западной все стали плохи. Так не бывает. У нас отличные продукты, очень качественные, да? И тут вдруг, кто же будет проверять, что белорусские магазины не увеличили цены? Кто будет проверять? Минздрав будет проверять. А как это так? А что он будет проверять, интересно, да? Ну, понятно же, что нету каких-то законодательных актов, на основании которых можно закрыть магазин за то, что он изменил цены, да? Там в большую сторону после вот этого введения 30% комиссии. Зато Минздрав может доколупаться до каких-нибудь там... Так теперь... Еще сейчас пожарники пойдут проверять и все остальные. гостандарт. Я не понимаю, что же происходит? Интересно. С одной стороны, мы возмущаемся, когда в отношении нас на государственном уровне Россия такие меры предпринимает, да? А с другой стороны, мы сами... Пожалуйста. А теперь давай попытаемся значит, что-таки эту логику хоть какую-то, но восстановить, да? Потому что, как в Гамлете, да, в этом самом... Его безумие есть система, но хоть, ну, даже в самых каких-то нелогичных вещах, но очевидно же, какая-то мотивация присутствует, и наша задача попытаться ее понять. То есть, запрос, ну, хотя бы вот логически сложить запрос, который был со стороны президента, что необходимо сделать были эти вещи, мы примерно поняли. что сделали, значит, Национальный банк и правительство? Наверное, все-таки не совсем то, что ожидалось. Ну, по крайней мере, так мы это видим. Вот. Потому что, как, ну, сказать, что у нас сохраняется, значит, как сказать, свобода на всех сегментах, ну, наверное, все-таки нет, потому что, ну, это примерно, то есть, можно было бы с таким же удовольствием назвать этот налог, там, штрафом за покупку валюты, ну, практически это так и есть. Тебя наказывают за то, что ты ее покупаешь. Конечно, любая комиссия, это ограничение. Если у тебя нет денег или не хватает денег, ты выбываешь, как бы, да? Так вот, теперь про действия Минторга. Не указание цен, значит, в иностранной валюте. Объяснение какое? Значит, поступили сведения о том, что именно этот сегмент захлестнул галлопирующий скачок цен. Ну, то бишь, там в рублях, значит, не то же, что в валюте. Да. Значит, поэтому сегодня прекращена деятельность, вот, например, онлайнер. Значит, заметь, да, то есть, основное, это галлопирующий скачок цен, не все-таки, вот этот валютообменный вопрос. То есть, нет дедолларизации, да, пока так. Дальше, это нарушение введенного моратория на повышение розничных цен, которое, прежде всего, распространялось на сетевиков, а плюс еще дополнительно было принято постановление Савмина, да, которое мы еще коснемся. Вот. Салон керамической плитки за повышение цены, значит, по телефону доверия сообщили на 33%, значит, их остановили. Прекрасно. Вот. Дальше, повышение цен быть не должно, предприятиям торговли не стоит баловаться с ценами. Такое мнение высказал журналистам первый заместитель министра торговли Артур Карпович передает корреспондент Белта. Повышение цен быть не должно. Значит, ну вот, больше того, министерство торговли, это уже Ирина Наркевич, другой замминистра торговли, министерство торговли принято решение ввести мораторию на рост цен как в рознице, так и цен, которые отпускает изготовитель или поставщик, возможно, даже импортер. То есть, чтобы вся цепочка по цене товаров не повышалась. Это решение обезопасит граждан от галлопирующего повышения цен. Откуда эта фраза появилась? Потому что Ассоциация розничных сетей сказала, ну, ребят, если вы ограничиваете нас, то, ну, введите такое же ограничение и на входящие к нам цены, и мы готовы в этом случае их исполнять. Все вроде бы пока нормально, не допустить роста цен и так далее, и так далее. Значит, вот мы, но опять же, заметь, это же тоже все временная мера. У нее немножко другой дедлайн, насколько я помню, это 15 января, но все равно примерно вот на сейчас оно приходится. В постановлении, по-моему, уже не 15 января. Я не уверен, но... Когда, по Минску, так точно, когда вот... Это раньше было 15 января, а в постановлении, по-моему, уже 1 февраля там звучит. Вот оно, постановление. Или тут вообще нету никакого дедлайна, просто устанавливается. Я тут вообще не вижу никаких... Просто устанавливается мораторий на росте. Установить нету. На уровне 18 декабря. На уровне 18 декабря. То бишь за день до вот этих самых вот решений. Так вот. Значит, включая даже импортеров. Ну, правильно. А вот теперь представим себе ситуацию. Представим себе импортера. Ну да. У которого, ну, товар закончится, дальше ему придется валюту покупать на плюс, на 30 процентов дороже. А на самом деле похоже и больше. Потому что, как правильно, тот же самый Максим Знак заметил, которого я уже в прошлой передаче цитировал. Если этот сбор не относится, или налог не относится на расходы, затраты или в нереализационные расходы, то А он не относится с расходами. Значит, ты платишь его с прибыли, значит, дополнительным налогом на прибыль еще эта сумма будет облагаться. Вот. То есть, каким образом сделать так, чтобы у них цены не выросли? Сложный вопрос. Ну, мораторий ввести, ну, каким? А с учетом того, что еще начали мучить, значит, эти сети, а где у вас, ну, как тот же Мегатоп, где у вас белорусская, ну, про белорусское как бы предполагается, что, мол, можно же, значит, раз им там импорта нет, но, значит, соответственно, оно, вероятнее, все выиграет. Обрати внимание на новость, где вот у тебя было про закрытие этой керамической плитки салона. Посмотри, у руководителя магазина будет время подумать и заключить договоры с отечественными производителями керамической плитки. Привезти ассортимент? Знаешь, прозрачный намек. но дело в том, что когда эти ассортиментные перечни вводились, помнишь, тогда еще вот это ружье было повешено, мы тут же в этой же передаче сказали, еще когда не было никаких за это нарушений, что очевидно, это продолжение логики импортозамещения. Вот это теперь становится совершенно очевидным. Так вот, представьте, значит, себе ситуацию. Значит, принимается решение, которое, а, значит, как президент сказал, избежать вот этого обвала, именно в этом смысле понимается слово девальвация, то есть вот этого резкого всплеска, который произошел по аналогу, как январь, как понедельник, вторник, господи, совсем уже, понедельник, вторник на прошлой неделе в России. И уровень жизни, то бишь, чтобы на ценах это не сказалось. В том, что такая логика была у Совмина, значит, практически открытым текстом сказал Михаил Владимирович Маснякович, комментируя вот все то, что уже, значит, суммарно произошло, ну, потому что Совмин же давал это постановление о, значит, неповышении цен на тарифы услуг естественных монополий и, помимо всего прочего, там еще и всем-всем обеспечить этот мораторий и Атланту, Горизонту, да, Роспоставок продукции в розничную сеть. Ну, вот, наконец, как это, как любят говорить либертарии, Атлант расправил плечи, да? Вот. Инфляционных войн не будет, для этого нет никаких оснований. Если посмотреть на поведение импортеров, их доходность торговли даже при 30-ти процентном сборе будет выше, чем при аналогичном поведении в России и Украине, сказал Михаил Мясникович в эфире. То есть, имеется в виду, что там-то девальвация, как он сказал, 180-200 процентов случилась, а у нас только добавилось 30 процентов и это не девальвация, а увеличение расходов. Но там-то как-то же люди, значит, импортеры почему-то же работают со 180-ю и 200-ми процентами, а у нас, мол, при 30-ти тоже каким-то образом справятся. которые, наверное, цену имеют право поднять. Вот это как раз... Почему-то умолчал Михаил Владимирович. Вот это как раз не совсем так, кстати. К этому, вот мне просто нужно будет найти, где это выражение. Сейчас. Значит, мы фиксируем факты недобросовестного поведения, да, дадим по рукам, там, тем, кто хочет нагреться, там, и так далее, и так далее. Вот. Было еще высказывание свеженазначенного главы исполкома Минска на эту тему, где он сказал, что это, мол, повышение цены в торговле в момент, когда возникает ажиотажный спрос, это, мол, жажда наживы. Поэтому, значит, необходимо с этим бороться, цены типа держите. Значит, и вот тут возникает такой очень интересный вопрос. Это какая-то, ну, вот, шизофрения в одной отдельно взятой голове или в нескольких головах. Смотри, значит, когда говорит президент и нацбанк о валюте, для них совершенно естественным является то, что в случае увеличения спроса растет и цена. зато почему-то, когда мы говорим про розницу, рост цены во время увеличения спроса это жажда наживы, это инфляционные войны, мы должны применять персональные меры. Вплоть до увольнения руководителей. Будьте последовательны, примените меры к национальному банку, который руководствует с жаждой наживы, решил заработать на 30% на продажу. Мало того, вы сейчас мучаете, значит, торговцев за установление цен, внеуказание цен, значит, в белорусских рублях, а, значит, национальный банк, который на своем сайте приводит цены продажи с золотых мерных слитков исключительно в долларах, а покупку исключительно в рублях. Ну, та же мера, которая случилась в апреле 2011 года, ну, как бы, то есть, почему на разных сегментах рынка, нет, я понимаю, видимо, нет ощущения того, что валюта это тоже товар, да, и что тут какие-то законы действуют совершенно другими. Но золото-то, это точно товар. А теперь, золотой слитки. А теперь, значит, смотри, вот я, разумеется, так вот, значит, выражение Михаила Владимировича, стандартная девальвация национальной валюты не дала бы должного эффекта, и при зависимости инфляции от девальвации цены бы выросли, и все вернулось бы на исходную точку. То есть, он предполагает, что цены бы выросли ровно настолько, что полностью бы скомпенсировали результат, значит, этой девальвации, и в реальном выражении курс остался тем же самым. Но мы же видели, что так не происходит. Во-первых, во-вторых, он предполагает, что то, что произошло, не должно вызвать скачка цен, при том, что фактически в отношении импортеров это, ну, и звучит ровненько, как девальвация. Ну, да. Ну, то бишь, вот о чем идет речь. Значит, девальвация не годится в их представлении, потому что все потом ценами съедается. Значит, в то же самое время, проводя недевальвацию, мы боремся с инфляцией, запрещая ее административно. И действительно, значит, фактически об этом такая речь и идет. Тоже ищешь высказывания Мясниковича, да? Да, совершенно верно, что мы разорвали тем самым, как же это, как же, господи, блин, из-за все-таки ограниченного времени на подготовку все пришлось... Прекрасно, можете просто сейчас подумать, что же именно тем самым разорвали. Мы пошли на традиционные меры и разорвали вот инфляционно-девальвационную спираль. Но как разорвали? Ну, ты понимаешь, да? Запретив инфляцию. Да, фактически так. То есть, что случилось? Значит, вместо того, что указывал президент, решить ситуацию путем, и туда уже двигались, вот эти плюс 10%, это было вроде бы направление в то, что, значит, раз спрос увеличился, цена увеличивается, да? Сдемпфируйте курс, но ограничьте колебания за счет действия Национального банка. Вот в чем был заказ. Вместо этого происходит, мы отменили изменения, можно даже сказать, и отменили девальвацию. Чем? Вот то, о чем президент говорил, административными вещами, которые делать не надо, введением этого самого сбора. А цены, инфляцию, которая была бы в случае, если бы эта, значит, девальвация случилась, но ее-то у нас нет, а тем не менее мы с последствиями, повышения цен. С средствами девальвации, которые нет. Боремся каким способом? Административно. Да, фактически, значит, отменяя инфляцию. Но самое интересное, самое интересное, другое, значит, вспомни важную часть рассуждений прошлой передачи о том, на что же рассчитывают наши власти, почему ситуация с их точки зрения уже в среднесрочной перспективе. Сейчас мы говорим о вот этом гиперболическом взлете и параболическом же спаде валюты. А вот ведь указ-то подписан же компенсация курсовых разниц экспортерам, которые пострадали от российского рубля, падение, да? Значит, о чем мы говорили? О том, что расчет был на то, такие были цитаты, что, значит, цены там догонят темпы девальвации и, мол, значит, это компенсирует нам хотя бы частично эти потери. То есть, смотри, да, вот, смотри, то есть, у нас допустить нельзя инфляционно-девальвационные спирали. Только что Михаил Владимирович рассказывал, что почему девальвация плоха? Потому что догоняют цены ровненько, компенсируют полностью весь результат. Хотя, еще раз подчеркиваю, это не так. У меня есть график специально подготовленный из абсолютно официальных данных значит, реального эффективного обменного курса рубля, который мы сейчас не увидим из-за того, что у нас погас снова телевизор. Вот, но там вот видны две девальвации девятого и одиннадцатого года. Как эффективно на самом деле решался вопрос с тем, что если курс ослабляется, то это означает, что цены такие. Реальный курс. То есть, если курс у тебя становится слабее, вот абсолютно точно, там вот пики, которые я для себя пометил, значение, но сейчас, видимо, будет в текстовом варианте, там уже допишем, о чем идет речь. Обрати внимание, вот первый взлет это конец девяносто, мой господи, 2008 года по декабрь 2008 год. Ну, это вот последствия мирового финансового кризиса, который моментально пришел к нам через внешнюю торговлю. Так, синенькая это цена. Это реальный эффективный обменный курс. И дальше, дальше он вот в течение всего буквально девятого года очень классно снижается, да? То есть, иными словами, цены не догнали тот уровень девальвации, который случился в номинальном выражении. Это означает, что товары наши подешевели. И результат таки был достигнут. И точно так же это было видно, как это происходит и в одиннадцатом году. Ну, и, кстати, там же видны вот эти моменты, когда начинаются вот эти взлеты, да, укрепления обменного курса валюты. То есть, вот если взять пунктирную красную линию, слегка нисходящую, это тренд, вычисленный просто по методу средних квадратов. То есть, вот колебания вокруг него происходят. Мы видим, что дно было явно с перелетом в одиннадцатом году, ну, и вот сейчас у нас перелет в обратную сторону. Ноябрь, данные ноябрьские этого года. Вот, как бы, о чем идет речь. То есть, по факту мы знаем, что так не происходит. Но при этом, смотри, что получается. Наш премьер говорит о том, что у нас девальвацию мы не делаем, потому что в этом случае реальный курс останется на том же месте, хотя вот, факты, считаемые самим Национальным банком. Так не получается. То есть, у нас произойдет эта девальвационная инфляционная спираль, если мы, не дай бог, туда по этому пути пойдем. Поэтому мы так не делаем. И не делаем, причем как? С двух концов. Нерыночный метод с валютного рынка и нерыночный метод с потребительского рынка. Но при этом в России рассчитываем, желаем, чтобы у них это случилось. Но с удивлением обнаруживаем начало цитаты. В России у нашего главного торгового партнера цены импорта существенно отстают от девальвации национальной валюты. Эта разница во многом будет компенсирована правительством. Такие решения приняты президентом одобрены. Ну, то есть, имеется в виду вот эта разница нашим экспортерам. Переведут. То есть, если мы у нас сделаем девальвацию, то у нас цены сразу же догонят ее. Да. А вот в России что-то ребята сделали девальвацию и там цены не догоняют. И поэтому мы не просто ждем уже, что это произойдет, а мы уже приняли решение компенсации. Теперь начинаем рассуждать логически. Откуда возникает эта самая компенсация? Ну, помнишь же, значит, потери возникают из-за того, что мы получаем меньше денег, чем хотели бы. То есть, конкретно способность наших товаров уменьшается за счет того, что там цены оказываются ниже. То бишь, это как раз результат того, ну, то есть, рубль слабее, значит, российский, значит, наш по отношению к российскому становится. Иными словами, завышен курс реального эффективного обменного курса. Поэтому, из-за того, что он сейчас, это мы уже говорим не про вот этот вот краткосрочный ажиотажный спрос, а про более среднесрочный горизонт планирования в два примерно квартала минимума, а может быть и три, в течение которого вот и происходит вот это вот устаканивание ситуации. Получается, что из-за того, что в течение этого момента, то есть, наш рубль дороже, чем должен был бы быть, соответственно, идет недобор валютной выручки. То есть, мы теряем конкретно способности экспорта. Мы решаем задачу, каким образом исправить ситуацию тех, кто оказался в этом положении из-за фактически валютной политики Национального банка, находя какие-то инструменты за счет бюджета, как им скомпенсировать эти убытки. И там такой сложный указ, я его, честно говоря, без пол-литра бы сейчас не понял, каким образом, и думаю, что и там придется еще давать указания. Ну, Михаил Владимирович сказал, что физический смысл того, что они сделали, это беспроцентный кредит. Ну, окей, поверим, значит, премьеру, он сам знает, видимо, и готовил в том числе это решение, поэтому понятно, значит, куда, о чем, значит, речь идет. Так вот, ну, при этом, я тебе, значит, еще одно высказывание найду. Наиболее адекватными выступлениями из Минторга оказались, как раз, как несложно догадаться, у таких, у министра торговли, который выступил по НТ, где он сказал, самым последним, вчера вечером. где он сказал, что это не надо структовать, как борьбу с частником, да, то есть, не думайте, что это какой-то крестовый поход, потому что реально это выглядело так, как будто, это выглядит, как массированное импортозамещение, я тебе скажу. Шоковое, я бы даже так сказал, наш термин надо использовать. Когда в одном постановлении, в одном пункте написано, не обеспечьте то, чтобы цены не росли, а в следующем написано, горизонт, атланты и прочее. расправить плечи. Пожалуйста, расправить плечи. Совершенно верно. Так вот, его цитата из ОНТ, вчерашняя, в случае возникновения ситуации, если маржинальность импортируемой техники окажется ниже суммы 30% сбора, а еще раз говорю, важно здесь что, ведь эти 30% сбор, он должен платиться из прибыли. У нас очень мало импортеров, которые могли бы иметь 30% прибыль на самом деле. То есть, это, на самом деле, это очень много с точки зрения по отношению к выручке. С учетом их, с учетом того, что там та же рентабельность торговли у нас, да и вообще в целом по республике у нас рентабельность там чуть ниже 10%, можно себе представить, что такое эти 30%. 30%, да. А с учетом того, что у нас вообще в произведенной продукции доля импорта около 40%, 40% плюс 30%, ну, то есть, так вот, и вот он о чем говорит, что если маржинальность импортируемой продукции окажется ниже суммы 30% сбора, ну, а это может быть только в том случае, если чуть ли не трехкратная там была, значит, уже стояла к тому времени накрутка цены. Этого не может быть. Тогда это не случится. Да. Мы будем разбираться, ну, а как я уже сказал, это почти гарантированно. Чуть ли не все окажутся в этой ситуации. Причем с каждым отдельно взятым случаем в индивидуальном порядке, конечно, в угуток себе никто работать не будет. Ну, и плюс повторил он высказывание своего зама о том, что, значит, не закрывайтесь. Мы вас открывали, значит, не для того, чтобы вы закрывались. Тоже, кстати, гениальная позиция. Нет, если вдуматься, это вообще полный абсурд, потому что это примерно так. Если вы закроетесь, то, типа, мы вам пригрозим, мы вас не откроем. Ну, ты понимаешь, частнику говорить о том, по каким ценам он должен продавать. Сейчас уже, послушай, Паша, давай сейчас не об этом. Это все надо было обсуждать уже две недели назад. Сейчас снявши его голову по волосам не плачут. Я пытаюсь сейчас в этом какой-то физический смысл найти. То есть, внимание, в силу того решения, которое принято с двух сторон, то есть, мы делаем ненастоящую цену валюты, мы делаем ненастоящую цену товара, а при этом становится от этого лучше хоть кому-то от того, что мы занимаемся тем, что делаем вид. Экспортерам, как мы видим, нет. Принято решение компенсировать им курсовые разницы. Почему? Потому что они по-прежнему по тому же курсу будут вынуждены, а еще даже большую долю продавать, потому что было, потому что никак не изменилась курсовая политика. Значит, потери у них остаются, а с учетом того, что что-то там у русских негодяи, девальвационно-инфляционно-испирают, все никак не раскручивается. Значит, придется и дальше, видимо, компенсировать. Но теперь же речь идет о том, что и импортеры, для которых не настоящая цена валюты. И теперь и для них необходимо придумывать какой-то способ, как компенсировать их убытки, которые могут возникнуть, из-за того, что им не дают возможность повышать цены. Потому что сказано же, что по всей цепочке, включая начальных поставщиков. Выглядит как гора искусственных нагромождений. Ну, то есть, получается, что, то есть, вот это уже абсолютно четко можно сказать, что решение выбрано самое неудачное, потому что если бы, ну, то есть, любое правильное решение не потребовало бы такого количества костылей. А ведь это же 100% палеотивы. Это означает, что вы наделали столько побочных эффектов, назначая такое лекарство, что теперь вам приходится в индивидуальном порядке бороться с вот этими побочными эффектами. То есть, грубо говоря, у человека болела голова, ему дали таблетку, у него почкой отказали. И теперь начинаем в индивидуальном порядке решать, как этот вопрос делать. Понимаешь, в чем фокус? Больше того, еще один маленький нюанс из торговли, я знаю, что это не совсем лежит в плоскости уже разбираемой этой истории происходящего, но это маленький красивый нюанс. Ситуация с мегатопом. Обрати внимание, насколько это против... То есть, одна рука не знает делать, что делает другая. Смотри, вот о чем говорит комментарий официальный мегатопа, когда им сказали о том, что, ребята, у вас много импорта. Они говорят, вообще-то обувь реализуемая в сети магазина мегатопа, это обувь торговых марок, права на которые также принадлежат компании. Это наша обувь, только производство базируется в странах Азии. Понимаешь? А мы, вот как они говорят, весь производственный процесс на месте происходит под постоянным контролем белорусских технологов. 15% производства вообще находится в Беларуси. Витебске обувная фабрика. Производство полного цикла в мегатопе. Разработка коллекции на предстоящий сезон начинается за год до их поступления от полки магазинов. То есть, они разрабатывают дизайн и только аутсорсят производство. И вот за это их закрывают. То есть, для Минторга это импорт. А на секундочку я напомню. Помнишь, был недавно указ, который вносил изменения в правила работы ПВТ, которым недавно хвалился глава ПВТ Цепкало? О чем там говорилось? Нам предоставлено право заниматься тем, чем занимаются все остальные компании. Он называл пример Apple. iPhone, произведенный черти знают где, разработанный Apple, и черт знает каких китайских комплектующих, считается Apple-овским. Американским? Дайте нам тоже такую возможность. Ну, то бишь, грубо говоря, дайте нам возможность, как и раньше, клеить наклейки горизонт, как шутили. Что такое iPhone? Интеграл, фон там, сокращение и так далее. Понимаешь? То есть, только-только пару недель назад ПВТ это разрешили? Как Мегатопу взяли и запретили. Одно и то же. Ну, а теперь, значит, собственно, переходит. То есть, я к чему? Решение, которое принято, оно выглядит так, как даже противоречит указанию, которое было. Оно абсолютно неудачное, потому, что не решает проблему. Я уже не буду повторять, все уже, кому не лень, про это дело прокомментировали. Если вы имеете такой гигантский спред, это значит, что официальный рынок вы делаете неликвидным. Это значит, что какой-то другой, неофициальный, будет ликвидным. Импортеры будут находить способ где-то найти тех экспортеров, чтобы сойтись где-то посредине. И то, что происходит сейчас с обязательной продажей, это ровно то же самое, что произошло, значит, когда, что случилось? Когда обязательной продажи к концу уже осени, начало осени, концу лета, начало осени 11-го года, перестало хватать на закупку даже критического импорта. Ну, вполне логично. Почему? Потому что конвертация стала происходить уже там, за границей, а возвращались в рубли. Больше того, смотри, ведь срок какой установили, до 1 февраля. То бишь, предположительно, ну, я пока сейчас утверждаю, что вот, ну, паника-то в России закончилась. И, вероятнее всего, и у нас бы закончилась. И, может быть, даже, если бы подождали, то и вообще не нужно было бы всех этих решений. Ну, то есть, осталось бы все то же самое, о чем я говорил. Есть логика краткосрочная, есть логика среднесрочная. Среднесрочный, да, увеличение темпов ослабления белорусского рубля было неизбежным. Ну, а речь же не идет о вот этих колебаниях там за день там по 20 процентов. 30 вверх, 20 вниз, понимаешь? Вот о чем шла речь. Так вот, то есть, вполне возможно, что не нужно было бы этого решения, а теперь мы остались в ситуации решения неудачного с гигантскими побочными эффектами вредными. И которые дату поставили вот на сколько? На почти полтора месяца вперед. А теперь напоминаю историю 11-го года. Когда начали появляться альтернативные площадки, кризис начался официально, официально, я, то есть, как бы тогда сразу говорил, что в тот же день сказал, 16-го числа вот запрет на появление, когда на межбанке пропала верхняя котировка, то есть, там не просто спред расширился, а все стали банки только на покупку, а на продажу уже никого не было. Вот дата, когда начался кризис. Уже в начале апреля в самых первых числах заработал сайт с названием, напоминающим фамилию тогдашнего главы Национального банка и примерно тогда же выстроили схемы, которые люди вспомнили еще с 90-х годов, конвертации через Заречку, через Корсчета буржуйских, там, ну, в данном случае чаще всего прибалтийских банков. Вот о чем идет речь. За месяц было найдено решение, а теперь внимание, вы создаете систему административных ограничений, дестимулируя, на самом деле, приход на официальный рынок, на срок, превышающий тот месяц, в течение которого в предыдущий кризис было найдено решение, как уйти с этого официального рынка. Ну, ты понимаешь, что получается суммарно? Угу. Я думаю, что решение, а поскольку решение уже есть, возможно, сейчас оно потребуется какое-то другое. Я знаю одно, что у нас были случаи отмены не самых оптимальных решений властей. Были, вспомни, постановление 991 отменяли и так далее. Единственное, что я знаю, это то, что, значит, если что-то и отменяли, то отменяли быстро. Если нет, то там уже становилось сложно признать, что, значит, не так. Вспомни по лекарствам из самых последних, вспомни по акварингу комиссии Носбанка. Буквально, как показывает практика, 10, 7, 10, 15 дней максимум. Неделя-две, которые у нас есть для того, чтобы вот надеяться на то, что это решение может быть изменено в какую-то более-менее разумную... И заодно попробовать пожить в этих прекрасных новых интересных условиях. А теперь я хочу закончить, собственно говоря, вот попыткой такие привести, вот, значит, график, который у меня стоит уже третью передачу, точнее, две было, а все никак не получается. Это вот расчет курса российского рубля, значит, той самой эмпирической зависимости, про которую все говорили, помнишь, зависимость его, линейная зависимость его от стоимости доллара. Значит, этот график построил... Я сюда внес очень маленькие изменения, его построил мой хороший знакомый, значит, сейчас управляющий активами в России, да, один из инвестиционных фондов. Что это такое? Это, ну, как сказать, нанесенная двумерная такая, значит, скетерплот, что называется, как по-русски сложно мне сказать, точки, соответствующие разным датам в течение длительного периода времени. То есть, вот, за несколько лет предшествующие вот тому кризису, который случился, и включая 2014 год. То есть, что мы видим здесь? Мы видим, вот, синяя линия, это трендовая линия, соответствующая, где больше всего точек лежит. Это то, что было до Крымнаш и до санкций. То бишь, одна зависимость курса рубля от доллара. Почему? Потому что, ну, тут нет фактора капитального счета, оттока капитала и невозможности фондироваться в иностранной валюте. Маленькое количество точек, но отклоняющихся вниз, это как раз ситуация уже 2014 года, где Крым уже их. Вот его цена. при той же стоимости нефти, это горизонтальная шкала, рубль оказывается дешевле, ну, несложно догадаться. Да? То есть, линейная зависимость другая. Вот примерно около 55, там, 6, 8 рублей за доллар российских, примерно 60 с небольшим, как сейчас, значит, стоимости барреля, это вот та точка, которая лежит на вот этой красной линии. Значит, еще раз я подчеркиваю, значит, ну, отсюда несложно поиграться, да, что будет, если цена на нефть будет такая, такая, такая. Как я уже сказал, кажется, что наконец дошло в том числе и до экономических властей, и Минфина, и Центробанка России, что проблема таки не в спекулянтах, про которых там Путин говорил, и проблема не в том, что валютную выручку придерживают, то есть, не в текущем счете, а в капитальном счете, то, о чем я говорил постоянно, об одном и том же, в течение всего этого кризиса. Что это значит? Это значит, лечить можно только эту проблему. То есть, решение распечатать кубышку для того, чтобы рефинансировать возникшие до момента принятия решений внешние долги, это означает, ну, скажем так, подставить костыль, скомпенсировать тот фактор ослабления российского рубля, который возникает в результате санкций и невозможности фондироваться на внешнем рынке. Что это означает? Верните, пожалуйста, график. Это означает, что теперь мы должны от 60 долларов за баррель искать пересечение не с красной, линия синий. А это примерно 44-43 рубля за доллар. Вот это, если действительно таковы меры, которые будут приниматься, а как я уже сказал, значит, ну, вот те самые два года, да, то есть это примерно в год нужно по 130-100 миллиардов долларов, то есть, грубо говоря, к концу второго года у них деньги там начнут заканчиваться, ну, или точнее их останется так мало, где уже дальше не снижаемый остаток, за которым просто сложно их использовать. Вот, на самом деле, где, если верить модели, если таково решение сейчас, где ровно есть, да, национального банка, центрального банка и Минфина, если они действительно вот именно такое решение приняли с этим кризисом бороться, а похоже, что так. То есть, это оптимистический сценарий. Это означает, что фактически финансовый кризис завершается ценой каким? Какой ценой? Как я уже говорил. Единственный выход это снятие санкций. До момента, когда они будут сняты, когда политическое решение, я рассказывал это в прошлой передаче, закрывает вопрос санкциями, нужно дотянуть тратя резервы. Иначе вы получаете полноценный банковский кризис. Об этом я в прошлой передаче рассказывал, где Межбанк уже доходил до 30-50%. Это классический кредит-кранч. И там уже и оттоки даже депозитов из Сбербанка были, которые всегда выигрывали от кризиса, потому что все бежали из других банков государственных, а сейчас даже у него снятие. Вот о чем идет речь. То есть, в среднесрочной перспективе ситуация даже в общем там выглядит оптимистичнее, чем есть даже сейчас. Это если, как я уже сказал, приняты те решения. Но мы уже приняли меры, исходя из очень плохого, очень лучшего. Сценарий, который негативнее и с точки зрения краткосрочной, и сценарий, который негативнее и с точки зрения среднесрочной. И решение при этом приняли такое, которое не удовлетворяет никого, которое на уши поставило всех, и теперь надо в индивидуальном режиме, ручном, искать способ, как компенсировать потери от этого принятого решения, тем, для кого оно подействовало. Мне кажется, это равносильно какому-то выстрелу в голову, причем не очень точному. Ну да, обычно говорят в ногу, но тут уж точно, да. Вот. Есть ли у меня еще несколько минут? Ну есть, но мы уже два часа в эфире, на самом деле. Ну как сказать в эфире? В условном эфире. Вот, тогда я еще одну вещь хочу сказать. Помнишь, я в нескольких передачах говорил о том, что в ситуации, когда наступает такой кризис, очень большая опасность совершения, ну вот то, что я называл, простых и неправильных решений. У любой сложной задачи всегда есть простое и неправильное решение. И рассказывал, правда, так об этом, что опасность таких неправильных решений, прежде всего, наверное, все-таки больше в России. Там же все-таки это вся Глазьевщина, все эти ужасы там на тему, а давайте мы тоже начнем неограниченно деньги печатать, курс зафиксируем там и так далее, и так далее. Почему Западу можно, да, ФРС это делает, почему не можем это делать мы. Но дело в том, что есть еще один способ проинтерпретировать те решения, которые были приняты сейчас. И частично даже, значит, вот аргументация, которая звучала из этой логики, может исходить из нее, да, она прозвучала в том числе и в высказывании президента. Где у меня куда-то уже ушел. Вот он, блок. Вот он. Смотри. Значит, помнишь, я не знаю, ну, ты тогда еще не был в студии, но передачи ты, наверное, более-менее следил в одиннадцатом году. Там же вся суть кризиса одиннадцатого года, это был концептуальный спор между сторонниками рыночного подхода и того самого подхода административных ограничений и в конечном счете это интеллектуальное поражение сторонники административных ограничений потерпели. Вот. Так вот, внимание, я сейчас значит, постараюсь. это снова выступление девятнадцатого числа, которое было, как мы понимаем, не подготовлено, без текста, это было, стоя перед камерами. Вот. И вот тут есть это единственная вещь во всех этих словах, которые президента прозвучали, которая не укладывается в ту логику, которую мы рассказывали, что какой был запрос, какой был анализ ситуации, что необходимо было бы делать, ну и почему-то не было сделано. Хватит кувыркаться уже с этими валютами. Надо понять одно, что если мы хотим стабильности на валютном рынке, начиная от простого гражданина нас с вами и заканчивая юридическими лицами, каждый должен хоть по копеечке вносить в резерв государства, это пока нормально. Если это будет, будет стабильность, а дальше, внимание, неосторожная фраза, а если будет, что одни приносят страну валюту и деньги, другие просто приходят в обменники, их скупают и тратят или кладут чулок, тогда страна будет так кувыркаться. Дело в том, что вот высказывания такого рода, я даже знаю, откуда они берутся. И есть даже типичные представители вот этой вот именно точки зрения. Статья 31 августа 2011 года, что такое 31 августа 2011 года, это ровно дата, когда произошло совещание у президента, где было, 30-го состояло совещание, где было принято решение ввести дополнительную сессию на бирже, с тем, чтобы наконец дать позволить рынку все-таки определить курс белорусского рубля, потому что, как мы выяснили, руками и калькулятором это не очень получается. я пока не буду говорить фамилию этого человека, но почему валюта должна стоить одинаково для всех, для тех, кто умеет ее зарабатывать и для тех, кто ее зарабатывать не умеет. Экономика это не только рынок, сфера производства, сфера обмена, но еще и сфера потребления. У нас в сфере обмена и потребления доминируют на сфере производства, в сфере потребления находятся те, кто валюту не зарабатывает в принципе, но их интересы доминируют над интересами предприятий, которые валюту зарабатывают. Следует эти сферы разделить, так как в них действуют свои объективные законы. Таким образом, ну раз там разные законы спроса и предложения, наличие нескольких валютных курсов логично и оправдано. То есть один курс для учителей, а другой курс? Нет, ну в данном случае очевидно же, о чем идет речь. Есть экспортеры, которые ее приводят, есть импортеры, которые ее тратят. По мнению этого человека, выход на единый курс согласно рекомендациям МВФ и ряда независимых экспертов не отражают объективные необходимости белорусской экономической ситуации. Уравниловка, это, ну, советский подход. Для стратегических предприятий должен быть один курс, для импортеров должен быть свой курс. Ну и дальше аргументация начинается совсем дикая. Цены на помидоры вдруг в торговых точках расположены через дорогу отличаются, никто не возмущается, это считается возможным. Тем не менее, почему вот мы такое вот не можем будет сделать, да, а мол, значит, вот эти самые введения двух разных курсов, это нормальная защитная рыночная мера и даже вот соответствует. И еще несколько таких статьй можно провести. больше того, это на самом деле это вполне себе укоренившаяся, ну, со своей извращенной логикой, но достаточно разработанная теория. То есть, логика там какая, что, значит, вот смотрите, вот есть паритет покупательской способности, которую так любят вот сторонники этого подхода. Почему, значит, нам советуют все время девальвацию вот эти всякие негодяи, значит, из МВФ. Смотрите, что они делают сами. Они печатают огромное количество долларов, на них все скупают за счет эмиссии вот этого эмиссионного дохода, так называемого сеньяража, живут, а инфляцию свою экспортируют нам, а нам потом приходится бороться с этой инфляцией путем ограничения денежного предложения, монетарными методами, зажимая, значит, у себя все эти вот вещи. Вот. Ну, и, девальвация регулярно, значит, нам рекомендуется. И что получается? Значит, вот дальше такой возникает парадокс, когда официальный курс, то есть, страны, которые богатые, они живут лучше, чем паритет покупательской способности, то есть, грубо говоря, их курс дороже, чем тот, который бы получался по вот этому паритету. Ну, что такое паритет покупательской способности? Это когда товары стоили бы одинаково при пересчете через, там, в разных странах, да, ну, а вообще сама идея этой теории о том, что курс должен устанавливаться таким образом, чтобы большая-большая корзина валют, товаров, услуг, там, всего чего угодно, примерно стоило бы вот в разных странах одинаково, и тогда, мол, это вот будет некая теоретическая равновесие. Так вот, они живут богаче, значит, этот паритет, их ВВП, поэтому, получается больше, а мы живем беднее, наш официальный курс ниже, и поэтому по официальному курсу, значит, мы живем беднее, наш ВВП меньше, чем паритет покупательской способности. Ну, и вот, собственно говоря, да, дальше отсюда возникает вот эта теория, а почему вообще должен быть единый курс, там, и так далее, ну, тут много всяких глупостей, из которых, например, очевидно, человек, что даже не знает закон единой цены, что если есть на разных сегментах рынка разная цена на один и тот же актив, и если не существует серьезных потерь транзакционных издержек, ну, какие они могут быть очень разные, да, включая и вот те самые, которыми сейчас, значит, занимается Минторг, да, включая административные угрозы, там, значит, штрафов, там, закрытия и прочего-прочего, да, ну, вообще смысл-то ведь какой, говоря о помидорах, там, по разной цене, ведь вспомни 90-е годы, когда действительно можно было, значит, по разной цене купить мясо, там, на разных рынках, но с течением времени этого не случится, можно сказать, эти цены пришли в рновесие, почему? Потому что, как только возникает возможность, как сказать, безрискового извлечения прибыли путем арбитража, в одном месте купил, в другом одновременно продал, больше того, ведь фактически для этого же много денег не требуется, ты там продал, у тебя появились рублей, здесь ты купил и третьи рубли потратил. И постепенно такие операции приведут к тому, что цены выставятся примерно в одной и той же, то же самое происходит с валютой. Это базовые вещи, которые профессор, пишущий такие глупости, не знает, но тем не менее. А дальше, дальше я как-то однажды уже рассказывал, что вот откуда возникает разница у богатых стран и у бедных, потому что на самом деле стоимость валюты определяется не по всем товарам, которые есть и не по всем услугам. Ведь, еще раз говорю, когда происходит устранение, когда возникает закон единой цены, когда можно совершить арбитраж, то есть это так называемые торгуемые товары или услуги. Если у тебя пиво, например, в банке стоит дороже, чем импортное, то рано или поздно эти цены уравновесятся. В банке ты имеешь в виду? Я имею в виду в бутылке, да. То есть то, что легко транспортировать. За исключением разницы на вот эти все там транзакционные издержки, транспортировка и все остальное. В то же самое время, например, известно, что, скажем, даже в разных районах одного и того же города один будет богаче, другой беднее, будут разные цены на пиво разливное. Почему? Пиво-то перевести можно, а бар нет. Это не торгуемая услуга. И многие вещи, которые нельзя заместить импортом или продать за границу, они стоят по-разному. Сколько они стоят? В зависимости от того, какова конкретно способность тех работников, которые получают зарплату, производя те товары, которые торгуются на международных рынках. То бешенными словами, курс устанавливается таков, какова конкурентоспособность нашей промышленности той продукции, которая на внешних рынках работает. Это нормально, так работает всегда. И если в странах, которые, почему они станут богаче? Потому что там производительность выше. И зарплаты вот этих работников выше. Поэтому естественным образом, как я уже сказал, бары дороже там. А это значит, что зарплаты тех людей, которые занимаются, предоставляют не торгуемые услуги, тех же барменов, дороже, чем в странах, где другой промышленный работник с другой производительностью туда. Вот в чем эта логика. То есть нет, ну, это совершенно базовые вещи. И даже если руководствоваться теорией паритета покупательской способности, то даже с точки зрения вот этой логики этого профессора, уже сейчас видно, что, ну, если получается так, что товары, которые торгуемые, выгоднее покупать за рубежом или приобретать импорт, иногда даже с учетом вот этой 30-процентной сбора, то это явно говорит о том, что наш курс завышен даже исходя из его вот этой теории паритета покупательской способности. Но сама идея, подчеркиваю, вот это вот о том, что на нас... мы отказались в 2011 году. Она потерпела блистательное поражение, понимаешь, блистательное. Похожую идею о том, что курс должен быть разный для экспортеров и импортеров, мы взяли прямо сейчас и реализовали. Да, получается так, что если... Я говорю еще раз, вот есть определенная логика, то есть все, что мы сделали в этой передаче, постарались попытаться реконструировать диагноз ситуации, да, какие запросы, какие меры необходимо было сделать, насколько адекватный был диагноз, да, вроде бы все, в общем, как бы получается логично. Но вместо этого принимается решение, которое не просто не решает, значит, поставленные задачи, которое создаёт большое количество... Проблем побочных. Да. Но больше того, похоже, исходит из теории, которая протухла еще три года назад. То есть она не просто сама неверна логически, не просто она безграмотна, а она на практике потерпела поражение. Да какого чёрта? Мы уже от неё один раз отказались. Ну, вторая попытка. Как говорят, дадим вам ещё один шанс. Ну, опять же, я надеюсь на то, что у нас, ну, как бы вот с учётом того, что в России произошло, что, в общем-то, там схлынуло и, возможно, надолго, как я уже говорил. По крайней мере, я готов утверждать, что этих 80 рублей мы в ближайшем будущем не увидим. Вот. то, может быть, имеет смысл и вот всё, всё это нагромождение, которое дальше, ну, ведь это же дальше будет снежный ком. Из-за того, что вот, как сказать, Да, дальше все в индивидуальном порядке пойдут обращаться. Ну, ты представляешь, каковы, ну, это, это как какая-то дополнительная нагрузка, потеряно трение в экономике, насколько менее эффективный становится хозяйственный механизм. И, причём, ещё же неизвестно, где это вылазить будет дальше. Вот о чём идёт речь. То есть, ну, как бы, на этом, пожалуй, имеет смысл завершить. Основные вещи, которые я хотел, я, в общем, уже сказал. Ну, я думаю, что нам нужно извиниться перед нашими зрителями за то, что эта программа не вышла в прямом эфире, как, в общем-то, мы рассчитывали и как вы рассчитывали. Ну, наверное, для этого были какие-то объективные обстоятельства. Ну, для меня-то разницы никакой особой не было. У меня вот зритель сидел здесь. Для зрителей, я думаю, есть разница. Мне кажется, что многие до сих пор... Ну что, надо прощаться. Да, спасибо вам за внимание, что были с нами всё это время. 169, да, 13-й в квадрате выпуск передачи «Экономика на пальцах». Павел Судлов, экономический журналист. И независимый аналитик Сергей Чалых. Всего доброго. Надеюсь, уже точно до следующего года. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова